И у меня просьба, я включил запись, у меня просьба всех, кроме ведущего, это Зателепин, это я, кроме Просвирного, который у нас сейчас выступит, и кроме выступающего, собственно, Валентина Шароносова, вот всех остальных отключить звуки ваших микрофонов. Пожалуйста. Виталий Алексеевич, вы умеете звук у себя отключать? А, у вас отключен, молодец, молодец, звук отключен. Так, ну как-то медленно, вот Тарасенко не понимает, я у него отключил, Андрианов я отключил, Кустинов отключил, Годин отключил. Так, остались трое. Александр Просвирнов, пожалуйста, слушаем объявление. Добрый день всем. Ну, в свое время мы открыли так называемый проект Вики, но, к сожалению, в этом проекте пока участвует только я. Вообще-то Вики предусматривает, что это коллективная работа. И там есть одно ограничение, если, допустим, 30 дней никто не входит, то Вики могут закрыть. Поэтому большая просьба все-таки по своим тематикам зайти, там, в принципе, основа есть, скелет есть, можно этот скелет наращивать. Если не получается, то присылайте по своим тематикам на мой адрес ваши статьи, я буду их выкладывать в Вики. Вот я могу, я могу к словам Александра Просвирнова добавить, что в свое время эта идея о Вике, Вике Леннер, мы ее называли в свое время, это где-то полтора года назад, по-моему, да, Саш, или год назад? Ну да, уже срок солидный. Извините, а как туда войти, Валера? На сайте есть ссылка, на сайте ссылка. Через сайт, там отдельная кнопочка есть, Вики Леннер, отдельная кнопка, на сайте Lennor.seplm.ru. Да, Lennor.seplm.ru. Вот сайт, который ведет Александр Просвирнов. Вот, и там туда можно зайти и создать статью, которая отразит те понимания, которые вот о каком-то эффекте, о каком-то слове, о каком-то понятии, о каком-то эксперименте. Вот так рождается, будет рождаться такая электронная общая книга, но сейчас пока над ней вот как-то никто не работает. Возможно, люди не знают. Саш, спасибо за объявление. Я на этом тебя... Ну да, я отключаюсь. Выключайся, да, пожалуйста. Вот. Остались, значит, я и остался Шароносов. Я, как обычно, пару слов хочу сказать перед началом. Ну, во-первых, сегодня, 25 мая 2022 года, московское время 16 часов 5 минут. Мы начинаем вебинар номер 15 Климова-Зателепина. Сегодня у нас доклад Шароносова Валентина Георгиевича «Исследование аномальных свойств водных растворов». Ну, пару слов о Шароносове. Вот он очень активный человек. Он, ну, чуть-чуть помоложе меня, но тоже уже не мальчик. Так вот. И он работает в Ижевске. У него там, насколько я понимаю, своя компания, научно-исследовательский центр, называется ИКАР. Он закончил Уральский политехнический институт в Екатеринбурге, в Свердловске бывшем. Значит, вот этот институт имеет интересную историю. Во-первых, ему уже больше 100 лет. Больше 100 лет, ему 102 года. То есть он может посоревноваться со многими. Ну, кроме там Московского университета, скажем, из российских вузов. Ну, и у него интересная история. Он сначала назывался университет, потом он стал называться политехнический институт, а потом где-то, вот уже в новые времена, опять стал называться федеральный университет. Вот его закончил Шароносов. Он закончил факультет, физико-технический факультет этого политехнического, а теперь федерального университета, института. Интересно то, что я уже с этим сталкивался и вижу, что еще в разных институтах, в разных местах создавались физико-технические. Вот, например, Сухумский физико-технический институт, значит, вот Московский физико-технический институт. По-видимому, это все было дань тому, что нужно было разворачивать работы по ядерной тематике в связи с атомной программой Советского Союза. Государство надвигается всегда огромным таким вот, каким-то мощным монстром на любую проблему и в конце концов ее тем или иным способом решает. Таким образом, Валентин вот окончил факультет, который называется точно так же, вот как институт, в котором, например, я учился. Кроме того, он имеет специальность экспериментальная ядерная физика. Интересно то, что именно эту специальность давали на моем факультете, тоже химической молекулярной физике на физтехе московском. То есть, вот мои соображения насчет атомной проблемы, они справедливы. Но потом каждый работал в разных областях, вот он сейчас, не обязательно в ядерной, вот он сейчас расскажет, чем он занимался последние 20 лет. Он очень волнуется, потому что, хотя он преподаватель, у него там студенты, аспиранты есть, потому что я его уже целый год уговариваю выступить. Наконец, вот мне удалось это сделать, потому что он человек очень интересный и много чего может интересного рассказать для нас. Вот, и теперь по существу доклада несколько слов, чтобы не затягивать. Значит, доклад, вот сегодня, вот сегодня именно в тех дискуссиях, которые были перед началом вебинара, была затронута проблема вращений. Вот, и я могу сказать, что вот то, о чем сегодня будет рассказываться, это непосредственно связано с вращениями. Но с вращениями немножко не в той форме, как мы ее воспринимаем, а эти вращения, вот Шипов их называет, и это, по-моему, довольно правильно, их называют кручения. Суть этого процесса состоит в том, что вот вращение, я его называю орбитальное движение, когда мы видим точку, но она двигается по какой-то кривой траектории. Это орбитальное вращение. А когда мы смотрим на точку, и она вроде не двигается, но она вращается, но мы этого как бы не видим своим зрением, можем не видеть. То, что называется спин. Это понятие было введено в квантовой физике, вот, знаете, да, в 20-30-е годы прошлого века. И оно оказалось чрезвычайно плодотворным. Много-много чего можно было объяснить. И вот то, о чем сегодня будет рассказываться, очень сильно связано вот с этим самым пресловутым кручением. Вот. И еще, значит, одну вещь хочу сказать. Вот, связанную с этим вращением. Извините. Я не могу сейчас беседовать, извините, пожалуйста. Чуть попозже, через два часа. Извините, тут кто-то звонит. Да, так вот, еще два слова о вращениях. Дело в том, что это такая очень мощная математическая физика возникла в связи вот с этими процессами. И она нам, может быть, не совсем даже и понятна. Но вот, что нам совершенно понятно, это понятие изомер, которое мы легко можем воспринять, которое тоже сегодня возникнет. Значит, вот, есть химические изомеры. Наверное, про них почти все хорошо слышали. Состав один и тот же, а просто атомы переставлены, и поэтому свойства связи геометрически другие, и поэтому свойства совершенно другие. Вот. Но есть изомеры и в ядерной физике. Они связаны с тем, что ядро может возбуждаться, и вот возбуждение ядра, оно описывается в ядерной физике термином изомер. Но сегодня будет речь идти еще об одном типе изомеров, о которых я вот не буду отбивать хлеб у нашего докладчика. Вот он нам о них расскажет. Это тоже чрезвычайно интересное и, наверное, правильное направление. Ну, я закончил. Пожалуйста, Валентин, представляю вам слово. У вас есть право свою демонстрацию включать. Валентин Широносов. Я у тех, кто не выступает, выключаю звук. Пожалуйста, не включайте его. Так, ну, мы видим, Валентин, а вот сейчас нормально. Что-то получилось, да? Получилось все нормально, да. Все нормально, очень хорошо видно. И хорошо слышно, кстати. Да, во-первых, я хочу поблагодарить ваш семинар. Просто удивительный веб-семинар из-за того, что я подвизываюсь просто. Я раньше работал в Академии НОУ в советское время. Все было замечательно, прекрасно. Потом Академия НОУ как-то разделилась. Вот один, значит, это ранграйден. Последующие попытки. И вот наш центр, который вот публично видно, научно-советский центр ИКАР был учрежден по решению Госкомитета по науке и технике в 90-м году, до всем известных событий. Это также было решение непосредственно президента Лаверова, чтобы резко создать такой центр, значит, и ряд Министерств оборонной промышленности. Потому что еще в 70-е годы были группа, команда такая в Сверловске, тогда Сверловск назывался, сделали очень интересные работы. Работы в основном были связаны как раз с неринейным параметрическим резонансом. Тема была довольно общая, интересная. Я окончал кафедру теоретической физики. Там как раз велись работы все эти. И как раз правильно отмечено, что там была такая эпоха своеобразная, если вы помните эту историю, создавались как раз физико-технические факультеты, ядерная физика, это было все актуально. Но потом нам сказали, ребята, ищите работу сами. Ну, как-то потихонечку стало угасать все. Но я потом работал на кафедре теоретической физики, и мы как раз занимались довольно интересными процессами. То есть неринейный параметрический резонанс и с точки зрения именно формальной, такой теоретической физики, нам было без разницы. Мы работали и с физикой жидких металлов, создавали лаборатории по физике жидких металлов, было много установок. Значит, тогда было прекрасно, все работало. То есть по нашим чертежам и эскизам создавались, соответственно, все установки, и вакуум был, и температурные, весы торсионные различные. Значит, вообще замечательно все работало. Потом работали с физикой. Значит, конденсированный свет, это расплавы металлов, потом с плазмой, с газообразными средами. Значит, и в конце концов, после 90-го года, та вершина Альберга, о которой буду рассказывать, это вода. То, о чем я могу рассказывать. Еще тогда, значит, работами руководили Институт прикладной математики, это Курдюлов Сергей Павлович, мой учитель просто. У меня прекрасного учителя, мне просто повезло. Честно говоря, я сам ничего особо не делаю просто. И просто есть учителя, которые меня направили, значит, и меня восхищала физика всегда, и я этим и занимался просто. И самое интересное оказалось, что в нейроновестных средах, это про это как раз говорил Курдюлов Сергей Павлович, значит, могут возникать трехмерные диссипативные структуры. И неважно, это газ, жидкость, вода, в принципе теория явлений, все одинаково. И во всем оказался очень здорово виноват нелинейный параметрический резонанс. К сожалению, вот история физики так зиждала, что в основном везде был линейизованный подход. То есть выводились линейные всякие уравнения. Эти линейные уравнения всегда были ограничены некоторым параметрам малости, по нему разлагали все это. И прекрасные школы были и в Киеве, прекрасно знаете Крылова, Боголюбов, Метропольский. В общем, много фамилий можно перечислять, но всегда ограничивались в виде рядов, и когда большие амплитуды, задачи как-то не решались. В результате очень интересно оказалась задача, я немножко несколько слов скажу, просто не просто. Значит, это велись очень много работ, буквально десятилетия. Это было очень важно, создать скарпет и пинцет для нанотехнологий. Уже стало понятно, что удержать, скажем, небольшую крупинку, частицу при создании системы записи информации на диске, скажем, или удержать электрон протон практически невозможно. Я не говорю уже задачи, значит, сепарации, порошков, или, скажем, мы занимались в 90-е годы, это вот подвески, роторов, двигатель для самолетов, потому что есть ограничения, там уже три не позволяют, и было интересно сделать магнитный подвес. Поэтому было много работы, в результате с рубежом им удалось, получили Нобелевскую премию в 87-м году, это удержание, значит, элементарно, атомарной ловушки, так называемые, или обзоры в войне, удержание частиц, начиная электроны, протонные, нейтроны в атомарных ловушках. Но самое интересное, когда они решили эти задачи, оказалось, что невозможно удержать в зонах нелинейного параметрического резонанса. Это была их очень большая ошибка. Мы еще в 73-75-м году это все показали, что можно удерживать в зонах нелинейного параметрического резонанса. Но для этого потребовалась мощная математика. Еще очень большой минус, если потом появится интерес, я расскажу про специальные системы. Существует регистрация интересных этих явлений. Также существуют системы, значит, которые позволяют рассчитывать все такие сложные нелинейные системы. И парадокс в физике возник в том, что на самом деле пытались решить даже задачу, вот маятник, всем известна задача маятника, копиться, перевернутый маятник, копиться. Копица почему этим занимался, он тогда еще сказал, что это явление, перевернутый маятник в зонах можно использовать для удержания частиц атомарных, что было реализовано потом. Но в зонах параметрического резонанса они сказали невозможно. Мы доказали, что с помощью математики и с помощью ряда систем, что можно удержать в зонах нелинейного параметрического резонанса. Поэтому, значит, мы развивали эти работы, а с 90-го года, значит, часть этого айсберга надводного мы занялись водными проблемами. Потому что даже вот то, что мы сейчас разговариваем, это благодаря тому, что вот, интересно, называют, человек это бурдик с водой. Бурлгоря. То есть, если убрать воду, то без воды нет, да и не суда получается. И вот очень многие явления интересные появились, связанные с водой. Появилось очень много аномальных, всяких различных факторов просто. Но, к сожалению, вы так помните, значит, комиссия по лженауке поставила крест. Значит, и несмотря на то, что мы вели довольно интересные серьезные работы, в результате сколько не направлял тезисов и так далее, меня бойкотировали, Zoom не позволяли это все публиковать. И более того, спасибо вам, но мне где-то около 200 академиков, профессоров обозвали уже ученым. Я нисколько не обижен. Еще страшный вопрос, потому что живая и мертвая вода воспринималась категорически, что это ерунда, что вода не имеет памяти, что это несерьезно. Но Курдево Сергей Павлович тогда показал, что в воде возникают трехмерно-диссертативные структуры, на самом деле оказалось плазменное, и время жизни таких структур очень длительно. Но вся проблема оказалась, что те уравнения, которые использовали, скажем, для измерения по H, по H, по H, это типа уравнение Мерса, она лидеризована, и при больших мощностях, и линейных процессах она неправильно вообще дает такие интересные фокусы. Оказалось, более того, вот по HVP это самые важные параметры. Я почему назвал, что биометрия и схемия нервной среды, среды, находящихся в условии линейно-приметической резонанса. И поэтому стоит изменить внутри вашему организму по HVP, это может быть просто катастрофой. Вот, и по идее по HVP должно линейно, то есть по H концентрации водородных ионов, а окшелительный восстановительный потенциал это соотношение окислительного восстановительного. Вот вся вода, которую мы обычно пьем, мы занялись тесно нашим оборонно-предприятием задачей, и оказалось, любая вода, которую пьете из-под крана, она как бы положительно заряжена. Ну, это условное такое примитивное название, то есть окислительный восстановительный потенциал, ее положительно. Это говорит о том, что вода фактически является кислотой. И поэтому, когда обычно все привыкли, если ООП положительно большой, то ПАЖ должно быть очень низкая кислота. А если ПАЖ щелочной, то ООП отрицательный. Ничего особенного нет. И вдруг обнаружили, что в ряде экспериментов, исследований ПАЖ может быть нейтральным, а ООП может быть и плюс тысяча, и минус тысяча. Мы как раз занялись этой проблемой просто. И в результате я сегодня постараюсь не уходить из дуров теории, как вот мне сказали, что лучше описать те эксперименты, те приборы, которые мы пользовались, и что мы обнаружили. Вот поэтому сегодня будет просто вот рассказано, что мы изучали влияние неравновесных водных растворов на биосистемы и также исследовали их свойства методами окислительного стабильного потенциала, ПАЖ-миттерии, потом атомно-иммерсионных спектрофотометров с помощью доктора УЗИ, гаммы-камеры использовали, потом оптические, СВЧ-спетроскопия, также магнит-резонансная. Также использовали очень уникальный прибор, я вам расскажу, это измеритель магнитного скремчивости его изготавливают по шестничному, очень давно изготавливают в Академии, но просто. Вот за счет этого нам удалось кое-что понять, объяснить, поэтому я не буду навеливать свою точку зрения на то, что вот мы обнаружили вот это странное излучение, которое при этом обнаруживается, вот, и постараемся пролистнуть дальше. В результате мы с 90-го года разработали целые системы, которые сейчас серийно-производственно выпускаются, что очень важно, здоровье человека, тем более мы с вами стареем, тем более это очень интересно для нас самих. То есть мы разработали бытовые установки, модель 0,1С, потом, значит, приставку к системе обратного осмоса, а их выпускается миллионами штук. Ни одна асфатическая система перепускаема, ее не стоит после нее воду пить, потому что вода деморизована, окислительный восстановительный потенциал положительный, там нету необходимых минералов, ионов, кальция, магний, тем более органических, и с годами это приводит к разрушению организма человека. Тем более в пожилом возрасте оказывается, что вода с положительного ОП здорово плохо проходит вибранный клеток, и в результате человек начинает быстро стареть, разрушаться, и прилипает всякие болезни. Вот примерно это блок схемы, то есть если кому-то интересно, можно делать презентацию, мы расположим в виде PDF, можно нажимать в соответствующие ссылочки и внимательно посмотреть. Мы также разработали промышленный модуль. Вот есть, видно, модель 2000-й. Один из них стоит в Швейцарии. Самое интересное, они там очень хорошо коммерциализировали это все и продают вот эти растворы один литр по цене 100 долларов. Наши модули сейчас стоят в Москве и в Крыму стоят. И наконец-то за 32 года Роспотребнадзор пошел на встречу из-за ковида и разрешили дали все разрешительные документы. И вот этот раствор, который сейчас продается везде и всюду, называется аналит АНК. У нас называется аналит нейтральной катодной обработанной. Он является лучшим в мире антисептиком. Достаточно попрыгать горно, и когда ковид там поселяется на три дня, он убивается и в принципе все у вас нормально работает просто. То есть лечатся очень многие заболевания, раны, ожоги. Это очень много работало коллективов, когда все это вместе. Это Алёхин Академия, к сожалению, потом все разбежались и вот все материалы у нас на сайте журналистов. Ниже представлена установка, это которая интересная установка порционно, используется в ряде клиник, просто используется в различных организациях, в университетах, в исследовательных центрах. Эта установка позволяет контактно и бесконтактно активировать различные жидкости вплоть до бензина, керосина и можно получать удивительные вещества с удивительными свойствами, начиная, значит, от органических, кончая металлом и так далее. То есть это некоторая модельная установка, которая довольно любопытно работает просто. Вот. Также мы разработали стенды, которые сейчас стоят в университетах, специальный вот стенд для исследования, скажем, проточного, воды, которая пропускается, и также стенд для исследования, значит, соответственно, порционного. Тем более, что интересно, на Кватеке я выступал, там удается получать довольно любопытные вещества, взрывчатки с удивительными свойствами, просто. Вот. Дальше мы разработали еще плазматроны, они на сегодня являются лучшим в мире. И у нас вот есть здесь А-район до метра АЕ1М. Всего три было. Это вы сейчас где изготовили, один у нас оказался, один в Штатах, а третий пропал куда-то. Вот этот А-район на метр позволяет мерить концентрацию отрицательных, легких, положительных, тяжелых ионов, что нам позволило просто выяснить распределение районов около компьютеров. Раньше были дисплеи, и оказалось, что у компьютеров полностью диагнизация. Отсюда и заболевание. Там мыши буквально погибают, если там держат, две недели не погибают. Поэтому мы разработали электронный плазматронный серийно-упускаемый. Там разгоняется несколько колес запуска, разгоняется электронный и результат анинизирует окружающий воздух. Причем нет вредного излучения, не стали использовать в школах, в садиках, везде просто. Разработали разного класса. То есть разработали и встраиваем в компьютер, потом потолочные, потом для фитнес-залов и так далее. Почему я немножко объясняю? Потому что ряд очень интересных вещей, благодаря вашему семинару, то, что познакомился, вот эти диски интересные, мы там кое-что обнаружили. Поэтому дальше мы это покажем. Вот то, что мы стали выпускать вот эти установки, мы стали работать с американцами с 94-го года. Там приезжали товарищи, которые вроде в оборонке, они зарисовались. Мы запустили наши технологии, приезжали в Штатах и запустили там эти установки. Они стали производить эти растворы аналитно-итральные, которые там обработаны высшего качества, потому что обычно растворы готовили на водопроводную воде. А когда водопроводная вода, это гораздо хуже. Там добро, то есть возбуждаемых резонансных структур гораздо хуже и свойства на порядке хуже. В результате вот этот АНК, который у нас, если взять, скажем, обычный аналитно-итральный, который мы работаем, он в 300 раз гораздо лучше гипохлорита, более активный. То есть в 4 стадии, которую мы разработали, он в 1000 раз лучше. В результате сейчас ряд бассейнов в Штатах. У нас в России обеззараживаются аналитом. Приезжали, олимпийская сбора у нас купалась, глаза не красные, те же американцы, им это все понравилось. И оказался очень интересный эффект. То есть у них завод есть сейчас в Канзас-Сити, они производят большое количество, тонны контейнера, потом эти тонны контейнера, как видно картинка, подсоединяются к трубе. В частности, в больнице идет впрыск этой воды и соотношение к 100 тысячам вода получается обеззараживая. Нам же никого не секрет, та вода, которая подходит, она хорошая, чистая, все остальное. Когда проходит по трубам, а зараженная, когда вы принимаете тушь, моете фрукты, овощи, вы можете получить очень приятные последствия. Поэтому отработали вот эту технологию вместе с рядом и на вещью. То есть берутся двухметровые трубы, вот справа она изображена. Они со временем зарастают кальцием, магнием, там поселяются микробы вот на чашке с посевом, видно, что их очень там много. В результате потом начинается капать вот эта вода, АНК, туда, в соотношение 1 литр на 250 тысяч литров воды. И оказалось, через месяц, значит, потихонечку вдруг вот это то, что внутри наросло, обсыпается, трубы очищаются и на правой стороне, и в чашках Петра ничего нет. Вот это внедрили в Штатах. У нас, к сожалению, это очень тяжело почему-то идет. Куда мы, значит, на бассейн сделали, на дома, пока нас не пускают просто. Вот. И самое интересное оказалось, когда мы стали использовать различные современные приборы, следом, оказалось, мы наблюдаем типа плазменное образование. В середине картинка это с помощью УЗИ доктора. Это попозже я остановлюсь, я постараюсь так проскочить вот это все побыстрее, чтобы остановиться на физике явлений, что мы наблюдаем. Поэтому сейчас установки стоят, эти аналиты продаются, даже если вы увидите просто аналит, который производится обычно на водопроводной воде, я вообще советую использовать, и он очень помогает. То есть рамки, кровотечение, куча всего, это давно известно. На сайте у нас есть и методики, но сейчас приходится по новой все это делать, потому что в Советском Союзе это все было разрешено. Сейчас только разрешили как бы наружное применение. Хотя вот у нас в аспирантуре люди там в операциях просто спасают. Дальше, вот тот аналит, который получается за счет как раз вот Гранта нам удалось получить спектрометры, кстати, это очень хорошие спектрометры, оптические, это красный, Карл Сейвс. Нам поставили спектрометр, который с компьютерным обеспечением, сразу на дисплей все это вводится, и, кстати, вот из Курчатова анимации выделили целую комнату и удалось из последних спектрометров забрать. Там очень хорошая оптика. Вот. В результате, вот скажем, мы видим на графике, вот рисунок один, это как раз спектр поглощения растворов, который мы получали при различных режимах электрохимического синтеза. Под термином активации, если не будете бежать, вот Чижевский понимал, активация это перевод светло-различных в возбужденное состояние, когда физико-химические свойства меняются. Это великолепные у них есть работы. Часть работ нам удалось по соответствующему учреждению издать, а остальные нам просто не дают. Вот видно на этом графике следующее. Самое важное, мы видим, вот здесь аналит, это рисунок первый, вот такие появляются кривые. Потом является гипохлорит, это рисунок третий, видно такой всплеск. И вот самое интересное ТНК, который является смесью вот этого аналитика. Валентин, вот когда кривые показываете, что по осям, пожалуйста, значит люди ничего не понимают. По осям это спектры поглощения, то есть когда вы ставите в пробирках кварцевых просто, а справа это у вас в нанометрах, то есть идет от 200 до где-то там 400, хотя прибор позволяет там до 900 нанометров мерить, но самое интересное, пики возникают как раз в области ультрафиолета. То есть если вот внимательно посмотреть, вот второе ТНК, пик вот он, имеется два горба, первый и второй. Мы тогда еще не понимали, за счет чего они возникают. Но потом вот с институтом очень физики работаем, стали понимать, что вот на этих частотах появляется как раз спектр вот этих спиновых изомеров. Но это нужно отдельно. От спаривания ядерных спинов электронных происходов получается два пика. А вот второй рисунок показывает, что со временем вот этот рисунок один, значит, видно, что вот этот ТНК, который был горбой, он потихонечку выполняется и наступает на 4-10 сутки, он исчезает. То есть какой-то неравновесный процесс, и вот эти как бы исчезают, сбиваются просто. Вот. Дальше перейдем. Мы провели очень много разных исследований, то есть публикацию основную мы делали на конференциях, на симпозициях и так далее, и получили ряд довольно удивительных эффектов. Я здорово подробно не буду, скользко объясню, просто нам самое важное разобраться с этой бесконтактной активацией контакта. То есть используя вот эти активированные растворы в различных биохимических применениях, мы обнаживаем любопытную вещь. Вот, скажем, слева показаны пробирочки, это проводили нас в университете, там, Кафера возглавлял, это управление ферментативной активностью. Видно, что резко отличается по цвету. Следующий рисуночек, вот с растением видно, это ускоренно проращивает семян. На седьмые сутки видно, что на обычном воде они прорастают, на седьмые там быстро идет. Следующий снимок, это студенты, аспиранты проводили, это мы отрабатывали технологию выращивания африканских сомов, так как их выгодно в России в резке выращивать, потому что они и дышат там, и плавают. И видно, что на третий месяц, вот слева на обычной водопроводной воде, это мы создали целый цикл прямо на кафедре полностью автоматизированный, было 500-й кринок, и видно справа это на активированной воде. Самое удивительное, оказалось, когда студенты делали срезы там печень, оказалось, она не увеличена просто, то есть на такой воде анонизированном воздухе прекрасно все растет. Ну, единственное, мы сделали пирог, съели, на этом публикации все и закончилось просто. То, что понимаете состояние нашей экономики в эти 90-е годы, справа очень интересные вообще результаты исследований были проведены, что на обычной воде, то есть облучали мышей рентгеновской дозы смертельного облучения, потом поели активированной водой, и они очень прекрасно обживали, гораздо меньше процентов. Справа мы проводили исследования совместно с медиками, просто, это был язвенный процесс, таки, человек просто никак не мог выздороветь, полгода ходил до костей, все проще. Стали использовать просто примочки вот этого анализа. И видно, довольно быстро происходит зарастание. Потом прибежали в лабораторию, сейчас полгода сказали, слушайте, все проходит, врачи ничего мы могли сделать, сколько мы вам должны, мы сказали, соль принесите, вам приготовят еще эти растворы, проблемы. следующий ряд очень интересный идет, это самое интересное получилось, значит, мы подали патенты тогда, то есть, это использовали УЗИ Доклер, нам привезли из рубежа Европы, там сидят ребята, выпускают очень хорошие приставки, и компьютер соединяется, там есть определенные частоты, датчики, и мы обнаружили при активации жидкости, здесь самое разное представлено, вот слева, это просто бесконтактная, активированная жидкость, просто вода иницированная, то есть, просто все засвечено, скажем, следующий снимок, это бесконтактная активация спирта, это тоже очень интересная тема, к нам потом в университет пришел директор, который выпускает сараповскую водку, и предложил, давайте активировать эту водку, но нам предложили всего 40 тысяч на целый год, а тогда эти деньги хватило только на одну обстуру, и сказал, давайте по копеечку с каждой бутылкой, они отказались, что посчитали, сделала ли это плохо, следующий, третий, это обработка ультрафиолетом, то есть, различные воздействия, мы исследовали на жидкость, кавитацию, ультрафиолет, и так далее, вот здесь третий, это ультрафиолетом, тоже появляются они, следующий, значит, используется продувка водорода, а вот аналит совершенно дает черный снимок, оказалось, совершенно на других частотах работает эта часть, потом дальше, вот каталит, это аналит, нейтральный катон обработанный, а вот здесь это питьевая вода, которая получается установить, следующий этап, что мы стали делать, работали над кристаллизацией веществ, то есть, мы показали, что если взять, вот скажем, марганец, вот здесь справа, контрольный образец марганца, технологию управления, видно кристалли, когда мы бесконтактно проактивировали, оказалось, возникают совершенно другие структуры, самое интересное, там есть рентгенские, я покажу данные, оказалась рентгенно-аморфная фаза, как бы вообще исчезает, вот следующее, если справа смотреть, это с металлами стали экспериментировать, то есть, оказалось, активированы вот эти металлы бесконтактные, это мы брали сплав муда, ну, чтобы не уходить на 2000 градусов и так далее, как мы занимались ирлоские, там, 70-е годы, мы просто взяли сплав муда, чтобы продемонстрировать, потому что нам ФИПС отказал в патенте сперва, он сказал, да, по марганцу получается, но извините, это ограничено, тогда мы сидели четыре года с ним, поддались, в результате добились того, чтобы показали, на металлах меняется, ригенос, истепис минимальный, потом по соли посмотрели, тоже вот здесь соль, натрий-хлор контроль, и натрий-хлор активировал, просто, а здесь сода, на соде вообще очень интересные эффекты получаются, но дальше мы пошли больше, просто взяли бензин, вот здесь две бутылочки с бензином, и бесконтактно проактивировали, 92-й, и вот, если внимательно посмотреть, там видно осадочек, это вот самоактивированный, а там контрольный, и когда проводили исследование, казалось, 92-й превратился голубой евро 5 просто, а здесь вот следующий снимок, это идет активация, верхний синий, это керосина, нижний, это бензина, по оси, значит, Y у нас отложено, это ОВП, окислительный, у нас потенциал при бесконтактной активации, а здесь время часа, просто видно, через некоторое время ОВП уходит на 30, и начинает какие-то превращения интересных сам, но более интересно оказалось, так как мы занимаемся, я давно медициной занимаюсь, с самого начала, по определенным причинам, это интересная проблема. Извините, Валентина, а активация в чем заключается? А я сейчас как раз дойду, мы остановимся на сути, то, что Вера попросил, меня на сути, вот здесь справа видно два инфузионных пакета, это выпускают эти пакеты, у нас Ресли построили, очень хороший завод, они из полипропилена, шестислоидные, на самом деле, и вот слева видно инфузионный пакет, который контрольный, там сейчас 390, по-моему, плюс, а который вот у нас проактивированный, удалось нам даже минус 144, даже до минус 600 стали доводить, то есть ничего вроде там не меняется, ОВП отрицательно, правда она релаксирует через какое-то время, там поле трех суток, а дальше, я объясню, возникли очень удивительные эффекты с этим ОВП. Вот здесь еще приведены такие большие картинки, быстренько пробиваются, но бензин у нас где-то справа, потом, значит, вот это у нас керосин-бензин, синий керосин-бензин, дальше, это у нас уже в Москве наши представители стали активировать пиво, медовуху, и здесь вот приведены данные, что, скажем, жигулевское пиво обычно плюс 145, а бесконтактно активировано, становится минус 575, значит, медовуха, это плюс 152, минус 544. Самое интересное оказалось, когда мы... Валентин, для вас этой величины все понятны, а вы нам сообщите, это ОВП, и вы говорите, о каких единицах вы говорите? ОВП это окислительный... Более конкретно, пожалуйста. ОВП окислительного восстановления потенциалом измеряется в милливольт. Обычно вот те приборы, которые продаются, они от минус 2000 до плюс 2000. Изменения, скажем, на 100, 500 и так далее, это очень большие изменения получаются просто. За рубежом называют не ОВП, это редкость потенциала, редкость потенциала. У нас привыкли окислительный восстановительный потенциал. Отношение окислительное к восстановителям. То есть, если отрицательный, это замечательно, там антиоксиданты, если положительный, то уже кислотный и разрушаются. И вот мы проводили множество всяких вещей, то есть, мы научились делать технологии йогуртов финизированных, значит, тоже без контакта активированных. Потом даже умудрились по требованию овежных корейбл, значит, мы просто кремастра вхажем в поле пропиления, без контакта активированные и так далее. Дальше, более интересное для меня, что было, нам особенно интересовала медицина. Я покажу, к чему это привело. То есть, когда мы научились инфлюзионные пакеты без контакта активировать, основная проблема в чем заключается? Вот человек запалел, вам приходят таблеточки начинают ссывать, понятно. Плохо начинают уколы делать, совсем плохо капельницы. Но любые водные растворы, они с положительным ОВП, окислительного с этим потенциалом, они очень плохо проходят через мембрану. Так как мы научились сделать без контакта на ОВП, мы решили попробовать. В первую очередь, не мы попробовали, у нас забрали установку, в штаты полетели товарищи, и там стали, миллиардер один, как говорил Хачатряна, у нас на сайте есть, и он вот настал наши, значит, на эти растворы и использует для капельницы. И вот сейчас, на сегодня вот показано вот снимочек вверху, вот если видно мышкой в ввожу, это больная, 60 лет, рак молочной железы. Видно, какая была опухоль гигантская. Ей прокапали, буквально за месяц опухоль исчезла. Потом вот здесь тоже очень интересный товарищ, там есть видео, интервью и так далее. То есть прокапали ему, он буквально на второй, третий сеанс вышел из кома. Он лежал в комикусе, товарищ. Дальше, чтобы оказалось интересно, вот видно, как эти капельницы обычно делаются просто. Мы стали исследовать, и что же получается? Мы брали кровь, студент аспирантный, и стали бесконтактно активировать. Вот здесь на снимочке это форма эресоцитов, контрольной крови. Кому интересно, здесь вот здесь синим подчеркнет, там можно потом нажать, вот это на сайте, вот в журнале, и прям подробнее изучать. Это дипломные проекты делали, это изучали, значит, с помощью электронной микроскопии, то есть проведло исследование влияния бесконтактной активации на состояние, свойства крови, ее форменных элементов, методом растровой электронной микроскопии. Потому что каферы, университет, неплохо оснащенные, и видно, что получилось. Очень интересный эффект. Вот эти эресоциты, они важны принципиально, они как шайбочки, такие плоские. Вдруг появляются отроски вот эти. Вспомните форум ковида. Нам сперва сказали, профессора доктора, это плохо, это исказился эресоцит, но когда мы стали капать, начинаются удивительные вещи. Кровь разряжается, сосуды прочищаются, и вдруг появились странные такие вещи, что люди из комы выходят. Не первый случай. Онкология, рак, сахарный диабет, ВИЧ-инфицированный. Там подхватил дворников на сайте, стал эти все вещи делать. Даже по нашим следам, по нашим патентам еще стали делать патенты. Но потом нам это все запретили. Почему? Потому что мне сказали, нужны клинические испытания, иначе на 15 лет меня посадят. Поэтому прекратили все эти работы. Все-таки жить хочется. Понимаете? Дальше интересно, еще приведу данные, экспериментальные данные. Что мы сделали? Мы взяли вот эти пакеты, проактивировали бесконтактно, и вот здесь видно снимок МРТ, магнитный резонанс томографа. Работают мои ученики, просто они допустили, мы положили на пакеты, и там буквально он светится. Видно вот его изображение. То есть на МРТ тоже получилось свечение этих пакетов, то есть они становятся как бы магнитными. То есть появляются какие-то составляющие, то жидкость становится магнитной. И здесь вот на УЗИ видно вот эти у нас вещи. Дальше что получилось? Дальше, значит, один товарищ, у нас я не буду разрушать его фамилию, он взял вот эту воду, занимается он афинизированной водой, там устанавливает установки, и вот он пошел сделать себе, ну видно, что слева это позвоночник. Ну мы с годами у нас все позвоночники, болят все проще. И вот слева видно ориентацию, он просто рядышком положил пластиковую бутылку с афинизированной водой, а справа он положился обычный. Так вот, которая с афинизированной водой, она как контрастирование, ее видно просто, а которая обычная вода не видна. То есть удивительно. Более того, в РАН там была конференция, и там есть такой пешень, замечательный человек, он года 4-5 пробивает вот понятие спиннер-казомера. Это можно потом отдельно поговорить. И мы из Штатов прислали воду, которая обработана кавитацией, она пролежала 7 месяцев, и в результате он провел исследование. Вот здесь видно, потом можно нажать, там сразу же есть, откроется его доклад, он мне предоставил, там есть и видео, можно видео посмотреть, замечательное, рассказывает прекрасное. Я вот сколько раз упрашивал, как-то вот не получает, чтобы к нам был сюда, его семинар. И вот видно, видите, слева, это кавитационная вода, она на самом деле магнитная, он договорился в МГУ, провели, обработали эту воду, а справа обычная вода, то есть на МРТ видно, а на МРТ видно в том случае, когда у вас есть там много вот, значит, соответственно, спиннер-казомера, магнитных моментов. Вот. Дальше перейдем. Сейчас вот давайте переделаем то, что по сути, то есть я постарался здесь изложить некоторый опыт интересный, который нам позволил кое-что сделать. Значит, в основе этого опыта у нас используется, вот слева видно такая установочка проста, которая здесь, значит, первая у нас, то есть мы здесь наблюдаем как раз эффект бесконтактной активации. Вот первая ампула, это стеклянной емкости находится вода, жидкость, можно десерованную, можно обычную, можно хоть спирт, водку и так далее. Вторая ампула, это стеклянная, третья, опыт проводился по определенной, значит, это электролит, там, ну, электролит мы обычно брали десерованную воду плюс сода, потому что на соде гораздо сильнее проявляются все эти эффекты. Я могу потом кому интересно объяснить, почему. Это понятно из общих соображений электролиза. По центру, это у нас просто обычный электролиз, там имеется анод, катод, без всякой мембраны. Там еще специальный датчик температуры, вот схема более сложная, здесь есть такая, то есть можно поддерживать температуру. В качестве активаторов у нас используется либо КТ, это квадруболь Тесла, тоже специальная конфигурация, Тесла не зря, не зря этим занимался, и еще КФ, ветка Франдея, там на порядок более мощной активации. Вот эти мы процессы все проводили, здесь есть ссылки на патенты, методики, можно зайти все это посмотреть. Валентин, давайте вот общие такие ссылочки нам не нужно, пожалуйста, поподробнее, вот это основной вашего, вот это вот левый, вот центральный, центральное устройство, вот центральное устройство. И второе, и второе, там катушки Теслы, раз вы использовали, скажите, зачем вы их используете? Нет, мы не катушки используем, мы используем квадруболь Тесла, я объясню. Там на самом деле квадруболь Тесла, это Тесла, Валентин, только подожди, я хочу, я хочу, Валентин, я хочу свой вопрос закончить, понимаете, потому что уже тут люди начали реагировать, вы потратили 40 минут на рекламу, чего я просил не делать, вот, но вы, тем не менее, это сделали, ну, бог с ним, потратили это время, посмотрели, что вы предлагаете, расскажите по сути, как, конкретно, не вообще, у нас какой-то там квадруболь, более конкретно, пожалуйста, вот центральное устройство, в чем оно состоит? так, вот центральное устройство, вот у нас есть снимок простейшего электролизера, то есть, скажем, третий, это видно, минус, это катод, первый, это анод, то есть, любой, можно дома, такие опыты проставить, второе, это обозначенная мембрана, полупроницаемая мембрана, зависит, какая мембрана, она может пропускать, плюс или минус, и он, либо можно без нее, мы делали без нее, шестое, и шестое, это расположение у нас ампул, в диэлектрике, в соответствующем месте, дальше, что включается вот этот электролизор, начинает протекать ток, мы делали в основном без мембраны просто, там происходит изменение, окислительного восстановления потенциала, подождите, давайте все-таки поподробнее, что за электролит, электролит, какие условия эксперимента? хорошо, электролит я объяснял, мы брали десированную воду, добавляли соду, буквально чайная ложка соды, на литр воды, в результате у вас получался электролит на основе сода, ну, бикарбонат получается сода просто, вот, дальше, подсоединяете сюда напряжение, напряжение обычно мы подавали, где-то начиная, там, 10-20-30 вольт, токи при этом порядка 3-4 ампер были, внутрь опускались ампулы из диэлектрика, либо стекло, в основном можно полипропилентом, фторопласт и так далее. Мы используем в основном полипропилен. И у нас полипропилена получается очень интересные вещи, меняются ОВП. То есть дальше включаете… Валентин, если я правильно понимаю, то вы в обычной электроэтической ячейке, в которой идет электролиз, электролиз идет с очень мощным током, при этом идет перенос ионов от одного электрода к другому. Вы просто в этот раствор помещаете закрытые ампулы с какими-то своими… Ну, с какой-то водой там или с виски, как вы приводили. Ну, все, что нравится. Все, что нравится. Которые начинают приобретать какие-то новые свойства. Я правильно понимаю? Да. Можно чуть-чуть подробнее сказать вот об этой электролитической ячейке. Значит, это гигантский ток на самом деле, да? Электроды из чего сделаны? Что куда перевозится? Значит, электроды. Обычно в качестве катода мы использовали титан. В качестве анода мы использовали титан с различными покрытиями. Это платина, орта и риди. Причем эти электроды держат токи 4-8 ампер и ресурс там порядка 10-40 тысяч часов. Почему мы потом в установках все это использовали? То есть они не разрушают. И фактически электроды очень долго поддерживают такой режим. Электролизер очень маленький, но, грубо говоря, это просто... А напряжение? Еще раз, напряжение какое? Напряжение, значит, можно было выставлять 5, 10, 15, 30 вольт, мы 100 и 200 вольт. Причем токи не обязательно 4 ампера. Даже можно при миллиампер. Все эти эффекты наблюдаются. Только получается, дольше надо все это держать, чтобы вышел на какой-то равновесный процесс. В электродах там водород, кислород выделялся? Да, прям непосредственно видно. Соответственно, около аноды у вас там кислород, около катода водород. Причем мы сейчас знаем, что на самом деле водород есть и орта, и пара, стали понимать. То есть есть и ортоводород, и есть пара водород, когда спариваются. Но это отдельный разговор. А дальше вот прибор, который мы измеряли, это PH-150. Это один из лучших приборов. Прибор, который вы что измеряли? Мы измеряли PH, ОВП, скажем, измеряли температуру. Это PH-150. Был изготовлен в облии до 91-го года. Причем, правильно ли я понимаю, что вот это, это электролитическая ячейка, в которую вы помещаете и называете это бесконтактной активацией, это и есть ваш основной метод? Ну, это просто один из более простых методов, как можно все это регистрировать. Важно еще понимать, вот мне кажется, важен бы физик понимать, что такое окислительное расстояние потенциала, как он меряется. Я где-то лет 30 с этим разбирался, пока не понял, что он меряется неправильно. Вот 500 приборов, которые выпускаются по опометре, они совершенно неправильно делают. Вот внизу как раз пример. То есть мы брали различные, значит, опометры, есть китайские, есть такие, там большой недостаток, если интересно, расскажу потом. Так вот видно, партии этих приборов, один пока плюс 300, то есть они одинаково показывают для равновесных систем. А когда берете неравновесные системы, и вдруг, как кажется, один пока плюс 300, другой минус 300, это настолько принципиально важно, то есть опометры, они неправильно измеряют неравновесные среды. Чему я тоже могу сейчас объяснить, это мы разобрались. Здесь по схеме примерно написано, как калибровать, как что делать, если кому нужно, потом нажмете, посмотрите, разберетесь. А что значит равновесные и неравновесные системы? Значит, неравновесные системы, согласно Кургену Сибири Павловичу, это система переведенная в неравновесное, терапевтическое состояние, в которых возникают трехмерно-десимпативные различные структы. Солитоны, саптоны, либо наблюдается... Это частное определение, неравновесное. Да, либо давайте вот проще... Это специфическое. Да, можно проще сказать. Вот там возникает ОВП, скажем, ОВП может минус 2000 быть, а ПАЖ не меняется. И самое интересное, со временем это ОВП релаксирует, возвращается к равновесным состояниям. То есть есть уравнение Мерста, которое, здесь кривая такая, которое ПАЖ ОВП нелегийно просто зависит. А здесь совершенно нелегийно зависимость, поэтому это всех возмутило. И комиссию Кругликова, и ФИПС, и так далее просто. То есть видно, и происходит релаксация. Потому что все считают, что вода это вообще... Еще раз, что значит неравновесная, равновесная вода? Неравновесная... Ну, есть понятие термонической системы, переведенной неравесной... Ой, системы кондиционера, переведенной неравесной термонической состоянии. Это есть в книге у Курдюмова, как он это описал просто. Нет, подождите, Курдюмова, Вы скажите, что неравновесного в Вашей воде? И что равновесное? Что неравновесное? Неравновесное в том, что есть ряд параметров физических, которые измеряются. Вот мы ее возбудили, и со временем они релаксируют, предметают снова первоначальные значения просто. Да я понимаю. Но что конкретно вот в этой 3 плюс 300 минус 300 у Вас отличалось в двух пробирках? Вы можете что сказать? Как Вы готовили одну и вторую воду? Вот только что вот мы разобрали, как электролизер устроен. Вот если взять этот электролизер, взять его по метрам ФАЖ 150, то есть когда без электролиза, он пока где-то плюс 200, плюс 300. Вы пропускаете... Валентин, Валентин, смотрите, у Вас тут два типа растворов. Один раствор – это раствор, в котором идет электролиз, а второй раствор, который в пробирке, который Вы помещаете. Более точно говорите. О каком растворе Вы говорите? Вот здесь, когда вот приведены нижний снимок, вот здесь, есть специальный калибровочный раствор, который калибруется, ну, ОВП-метр, который по нему калибруется. Вот берете этот раствор, и вот в этом растворе ОВП-метры показывают примерно одинаковое значение. Потом мы берем, бесконтактно возбуждаем раствор здесь вот, во вторую пробирочку. В пробирочке, в пробирочке. Да, вот в пробирочке вот здесь. И потом начинаете ОВП в этой пробирке мерить. Да, и вдруг они показывают совершенно разные значения. И со временем происходит релаксация, и они показывают одинаковое. И Вы называете вот этот обработанный, по сути дела, воду или раствор неравновесным, правильно? Вы уж говорите так, чтобы было понятно все. Хорошо, да, я извиняюсь. Ничего себе понятно. Извиняюсь, да. Вот я называю его неравновесным. Он так говорит, что... А неравновесным Вы называете, потому что какой-то параметр, какой-то параметр в течение времени начинает меняться. Хотя, на первый взгляд, никаких воздействий нет. Это правильно? Да. И какой параметр, в частности, ОВП? ОВП. Не только ОВП, там многие другие параметры. Это можно поговорить и оптические, и спектральные, и восхищение по зонам это все мере. То есть, меняется соответствующая активность, реактивность составляющей проводимости тогда. Вот, Валентин, смотрите, вот у Вас нарисуемся... Валентин, а Вы считаете, за счет чего? Володь, Володь, подожди, я задаю... Мы пока-то не будем разбирать теорию. Володь, пока я задаю вопрос. Валентин, смотрите, вот за счет чего это уже объясниловка начинается. Вот про эксперимент. Смотрите, вот у Вас слева внизу на слайде показан вот цифра 6, если я правильно вижу, потому что даже на моем большом экране это маленькая. И потом 6 тоже, второе 6, но таким каким-то... Вот где сейчас Ваш курсор? Каким-то пунктиром. Чем они отличаются? Это просто, на самом деле, это просто можно поставить вот эту пробирочку, неважно, там можно стакан полипропиленовый поставить, он будет плавать полипропиленовый поставить. Вы можете поставить его перед анодом, либо перед катодом, между ними, то есть это различные положения вот этих пробирочек. Можно там проактивировать, можно там просто. Различные ситуации в кабинетуре возникают. А так идет... Вот такая вот неравновесность слева или справа будет? И слева, и справа, как угодно. Куда угодно поставить, все равно будет. Более того... Это раствор обработанный, будем называть так. Да. Более того, я скажу очень интересную вещь. Когда Швейцария демонстрировала этот эффект 1994 года, там был один доктор очень серьезного совета. Он сказал, это влияние у вас электролиза, больше ничего. Я говорю, хорошо. Мы взяли, проактивировали вот так раствор, убрали все и туда поместили стаканчик. То есть я говорю, видите, ничего здесь нет. Закрыли полы экспо, на следующий день пришли, вскрыли, и оказалось, что там тоже бесконтактно изменилось. Хотя самого процесса электролиза не было. То есть сама среда, она становится неравновесной. Это очень интересно, но это другой уже процесс. Валентин, вот к устройству еще раз обратимся. У вас там два полунепроницаемая мембрана. Вы про нее почему-то ничего не говорите. В обычном электролизе никаких мембран нет. Для чего тут вам мембрана нужна? Сейчас объясню. Мы в основном работали без мембраны. Почему мы взяли мембрану? Потому что есть работы Бахира. Это Москва. Живая и мертвая вода, Валера. Да. Образуется живая и мертвая вода. Вот Герловин это объяснил с точки зрения аннигиляции и все прочее. Я это понимаю. Это уже объясниловки пошли. Мембрана полунепроницаемая. Из чего она сделана? Значит, она может быть сделана либо из керамики качественной оксид циркония. Она может быть из обычной кальки сделана. Академика Лехи выпускала такие приборы. Она может быть сделана из длины, из кучи всяких материалов. Просто есть ионопроводящие мембранный плюс-минус. Там вообще очень интересные эффекты идут. Причем бесконтактный активация в одном случае может в плюс идти в другом, в минус. Вы когда, Валентин, когда будете следующий какой-то эксперимент описывать, пожалуйста, вот эти параметры, какой раствор в электролитической ячейке, какая мембрана, какие электроды, какое напряжение, какой ток нас вот это интересует в первую очередь. Извините, что перебиваю вас. Продолжайте. Мне еще страшно. Я просто постарался как-то быстренько и получается. Быстро не надо, нужно медленно, но четко. Простейший эффект. Вы просто берете два угольных стержня, опускаете в соды вот такой раствор, подключаете от батарейки, ставите полипропиленовый стаканчик, что хотите заактивировать, и там обнаружат, что у вас ООП изменится. Ставите мембрану, получите живую мертвую воду, против которой воюют. Просто говорят, вода это ерунда, все это не может быть живой мертвый водой. То есть, в принципе, понятно. Очень важно нам было, почему это возникает, вот гомельские приборы, они правильно на самом деле работают. Либо нужно отдельно делать, объяснить, почему, какие методы измерения, почему современные ООП-приборы не врут. Нельзя их использовать. Потому что, ну, если надо, потом пару слов я объясню. Там просто капающий электрод, вот ООП как устроено, вот здесь вот на СИН. Один электрод платина, это принципиальный вал. Причем нельзя брать плохую платину. Мы пытались покрыть, имея титан и так далее, не работает. Нужно очень чистый платин. На конце там просто этой платин, шарик какой-то. Дальше у вас обязательно либо продувать должны водородом, то есть, это два электрода, на основе которых вы меряете напряжение. Одно сопротивление должно быть очень гигантское, потому что очень маленький тот просто. В результате, вместо водорода делается, калихлор капается просто. И вот это напряжение меряется, это обозвание кислительного статистического потенциала. Вот здесь как раз есть принцип работы, все это разрисовано, можно посмотреть. Мы когда обнаружили, что у нас на самом деле на узи Доплера наблюдаем вот такие плазменно определенные вещи, мы стали понимать, у вас возбужденные возникают вот эти молекулы, а там пока не буду в теорию уходить. И когда калихлор туда попадает, у вас наступает химическая реакция, в результате появляется дополнительная ДС. Это не мои работы, это были работы Альшюлера после 6-го года. Отдельно потом можно посвятить. Это связано с платиной. То есть платина на конце на самом деле она вступает в резонанс с этим кластерами, которые спарены частицы с магнитным методом. Она их разбивает и появляется дополнительная ДС. Это была консенсальная идея, очень интересно, про нее забыли просто. Более того, есть патент, я вот говорил вам, что на самом деле оказалось, получили патент, что изменение кислительного установительного потенциала говорит об изменении магнитной восприимчивости. То есть вода становится магнитной. Вместо парамагнетика или демагнетика она может менять свою форму. Но это отдельный разговор. Поэтому вот примерно сейчас схема опыта понятна, простейшая. А дальше началось следующее. Изготавливают электролизеры коксиальные, проточные, вот японские, корейские, там из пластин делаются, здесь пластин, между ними на феон мембрана. В общем, самые разные системы для того, чтобы возбудить воду и получить разный. Это понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот отношение к этому процессу как к возбудителю какого-то особого свойства в пробирочке, которую в электролизическую ячейку вы поместите. Кто первооткрыватель этого процесса? Кто его запустил? Вот эту ячейку. Вот это вообще история всегда мне была интересна, когда я на семинары Гесбург приходил. Просто это самый важный заданный вопрос. Просто на самом деле вся история тянется с 1802 года, когда мы стали раскапывать это. Академия Петров. Именно он впервые не за рубежом, именно он производил электролизы, анод-катод, и сказал, что вблизи анода образуется то-то, вблизи катода то-то. Дальше. На самом деле впервые, кто обнаружил экспериментально, это Бахир. Петрович Михайлович, он на основе теоретических работ Герловина, там анниляция, вакуум, еще что-то очень сложно просто. Но там было с мембраной. И там в результате за счет... Это можно найти у нас есть в статьях, публикации есть, этого Герловина разобрать. И он как раз предположил, что это приводит к генерации всяких странах, всяких излучений, различных частиц. Это было еще в советское время просто. И в результате это приведет к тому, что ООП изменится. Бахир проделал эти опыты, получил, что да, бесконтактно наблюдается на разных материалов. Я тогда сказал из наших соображений в связи с его работой, что это ерунда, убрали мембрану, они утверждали, что без мембраны не будет эффекта. Без мембраны еще лучше получилось просто. Поэтому пока это все так висит. То есть, я думаю, что скорее всего виноват Герловин теоретически предположил, Бахир поставил лопат и обнажал такой потрясающий эффект. Я обращаю внимание, что опыты флешмана и японца тоже были с электролитической ячейкой. По сути дела, с этого все началось. Ну, как-то это, возможно, связано. Извините, продолжайте. Кто-то, то есть, кто-то раньше, надо раскапывать просто. Мы копаем эту историю студентов. Очень интересный вопрос. Вот сейчас конкретно я хотел показать, которые замеры всякие делали. Например, здесь пример. Написано, что как раз изменение окислительного становительного потенциала сейчас проще наглядно. Вот по оси Y мы видим изменение дельта, редокс потенциала либо ОВП. То есть, первоначально вот. А по оси, значит, X мы видим время в часах. Вот конкретно здесь, скажем, есть различные кривые. Параметры ячейки, пожалуйста, скажите. Параметры ячейки обычные. Грубо говоря, можете просто взять кружку большую, опустить на два лепрота. Для этого конкретного эксперимента? Для этого конкретного эксперимента. То есть, мы делали порядка где-то 12 вольт обычно использовали, порядка 3-4 ампера, содовый раствор просто, и гоняли, а там дальше время в часах идет. В каком году этот эксперимент делался? Эти работы начались у нас еще в 70-е годы, но потом, так как мы занимались сразу средами, только после 90-го года мы стали вот публиковать что-то делать и стали уже публиковать эти работы. То есть, официально мы вышли на публикации, нам все-таки разрешили потом, это где-то 96-й, 97-й и так далее года на кофей. А в каких журналах все-таки признают, что вот эта бесконтактная активация имеет место? Значит, я вам скажу следующее. То есть, первоначально мои работы были публикованы в докладе Академии наук, но это чисто теоретическая работа связана с этим явлением всяким. Просто после 90-го года там были патенты, их что-то закрыли, а после 90-го года мне просто обозвали меня лжеученым, живой мертвой водой и вообще не пускали никаких публикаций. Поэтому мне удавалось на конгрессах международных по воде и все прочее. Докладывать, показывать все. И тезисы различных конференций через кафедры, университет и так далее. То есть, серьезные журналы просто это не пропускают, потому что там есть... И, кстати, ФИПС тоже подал 4 года наши патенты. Говорит, это... Я могу просто представить, они написали, это не может быть, потому что не может быть. То есть, вода, она быстро забывает за 10 минут в 11 секунд, и ничего там в воде этого не было. И когда мы впервые в 2007 году все-таки УЗИ доплина через Корею удалось просто. И мы наблюдали все эти эффекты просто потрясающе. Настолько красиво. Вот растолкуйте, вот эти вот кривые штук 5, по-моему, так вот. По ним поподробнее, пожалуйста. ну вот скажем... 1,2,1,3. Потому что маленькими буквами мы ничего не видим. Хорошо. Значит, вот первая кривая, которая газоритальная идет 1, это как раз водный раствор натрий-хлор, 0,9%. Почему это делали? Потому что, когда мы стали понимать, что меняется бесконтактно ОВП в пакетах, значит, и капость стали получать. Все очень интересные эффекты. И стали понимать, за счет чего это. Первый, это просто... А пакет, вот вы говорите, ОВП пакета, это в пакете внутри раствор какой-то, да? Да, вот шестисловные пакеты рейсерские, полипропиленовые. Самое интересное, в полиэтиленовых пакетах это не наблюдается, только определенная должна быть парка диэлектрика. Какой раствор в пакете внутри? В пакете это физраствор, обычный физраствор, который вам капает, когда вас забирают... Кризраствор, это раствор натрий хлора. 0,9%. Потом мы стали рингер еще брать, там калий есть, там более интересный. Понятно, вот кривая 1, это что такое? Да, кривая 1, это контрольный раствор, во время, что видно, фактически ничего не меняется. Контрольный раствор, это просто натрий хлор, да? Да. Дальше вот возьмем, значит, есть, скажем, наиболее второй, вот самый нижний такой раствор, то есть видно, очень быстро пошло вниз, это буквально за 20-30 минут происходит просто. И видно, ОВП меняется, значит, от нуля до минус 600 сразу же. А потом потихонечку, когда мы проактивировали, стрелками там обозначили, когда прощается, начинается релаксация. То есть он потихонечку начинает восстанавливаться. Это релаксация. Когда вы вынули эту пробирку из ячейки? Да, когда вы защили. Потому что если оставить ячейки, еще сутки там он начинает активировать, все продолжается. То есть в момент времени ноль вы ее из ячейки вынимаете. Да, вот где там стрелка обозначена, мы вытащили просто. без стрелки. Дальше, если взять вот... Значит, сколько вы? 8 часов обрабатывали? Или там 6 часов? Там поменьше. Но в принципе мы даже обрабатываем вот здесь спидная, достаточно обработать. Давайте какой-то конкретно. Не надо... вот 20-30 минут обрабатываем, уже минус 600. Если сразу же вытащить, там начинается потихонечка релаксация. Если не вытащить, то много. потихонечку вот в течение, например, нескольких суток. Да, в течение нескольких суток. Вот. Самое интересное, мы обнаружили, есть такой микрогидрин, у вас продается, у меня школьник занимался просто. Если взять микрогидрин, растворить его просто в воде, десеровной, то там тоже начинается изменение ОВП. Очень мощное. Его рекламируют как антиоксидант. Он разжижает кровь, эритроциты разлипляются. Наш школьник провел эксперименты, он развел микрогидрин, зафиксировал изменения минус ОВП, он поставил туда стаканчик полипропиленовый и обнаружил, что в самом стаканчике тоже происходит бесконтактная активация. Вот кривая третья, вот точечками так обнаружила, расстрелка гдов, и довольно сильно меняется ОВП. То есть идет какое-то странное излучение, которое проходит через стаканчик, в результате меняется действительно настроение потенциала. Как мы сейчас понимаем, меняется магнитное свойство этих жидкостей согласно патентам и различным исследованиям. Естественно, это разрешение. А вы ОВП, смотрите, ведь когда вы ОВП меряете, вот сколько точек на какой-то кривой, вот на кривой 2, например, сколько там точек? Там их тысячи, правильно? Там просто мерили на самописках просто, а потом они как-то вот... Значит, измерение, измерение, я обращаю внимание, Валентин, Валентин, это по сути дела два электрода, между которыми... Один из которых шариком является из платины там, да? А второй там сейчас не помню какой-то... Калифлор, капающий калифлор, там такой стеклянный электродик, через него капает... Важно то, что вот в этот ваш раствор, который вы активировали, помещена пара, опять электролитическая пара помещена, между которой напряжение создается. Вот. И оно собственно... То есть точок небольшой течет, и вы там... Оно вам показывает, какое напряжение между этими электродами образовалось. То есть там тоже происходит электролитический процесс какой-то. Более того, мы капаем калифлор, который начинает влиять на эту возбужденную следу. Сейчас не хочу ничего капать. Вы же говорите, просто начнет восстанавливаться. Зачем что-то капать? Не нужно ничего капать. Нет, так электрод ОВП стандартно устроен, что один платиновый электрод, а другой капающий калифлоры. По-другому нету измерений. В мире 500 с лишним датчиков, так все работают. Мы разработали датчик твердотельный. Один электрод у нас платиновый, другой у нас свой сплав, который до сих пор подделать не может. Там ничего не капает. И там четко вот такие же кривые, все прекрасно. У меня вон лежит прибор для измерения ОВП, никакого там раствора, который нужно капать, нет. Не знаю. Замечательно. Вы его разрабатывали. Я на другое хочу обратить внимание, что при измерениях вы воздействуете на раствор, который вы измеряете постоянно, в течение длительного времени, электрическим током, вот в зоне, в которой вы меряете. Вот на что я обращаю внимание. Там электрический ток, сразу скажу, очень маленький. Почему? Входное сопротивление ОВП метров там гигантское просто. Там вы меряете напряжение просто. И ток мизерный идет просто. Понятно. Но все равно самый главный фактор все-таки не ток, который берет мизерно, а калихфлор, который капает. Мы потом показали в исследовании, что вот в зависимости берете лакосы, бумажки, все прочее там, начинают окрашиваются вещества при бесконтактной активации. То есть меняется ход химических реакций. Их даже цвета не нравится. По-моему, для ОВП не обязательно калихфлор. Ну вот посмотрите. Стандартные все так используют. Только сейчас. У меня такой есть. Вот их даже два, наверное. Вот интересно. И ничего, никаких там калихфлор. Замечательно. Марку пришли, тебе специально просто посмотрят. Хорошо, да. Все разискали. Вот. То есть возникает, то есть вот третья кривая, я объяснял, что это микрогидрин такой своеобразный. Мы когда заявили, что вот он такое делает, с нами прекратили все отношения, потому что хотели дать Нобелевскую премию этому товарищу. Они секретили. Мне сказали, мы не будем говорить, как это работает. На самом деле мы выяснили, что с Курчатой, там на самом деле рис, на который напыляются некоторые материалы, буквально маленький-маленький слой, который растворяется, приводит как раз, ну как электролиз получается. Получается, действительно, на самом деле потенциал. Нобелевскую премию не дали, им запретили, потому что непонятный механизм воздействия на экологическую систему. Но они продаются везде, микрогидрин. Понятно просто. Значит, четвертая вот кривая, вот если возьмите вот четвертую кривую, она вот здесь вот так идет. Это вообще очень интересно. Кривая четвертая, это бактериальная культура Е-Коли, на питательной среде, когда она размножается, то через полиприпеллент шелной 1,2 мм, она меняет окислительный потенциал. То есть фактически, когда живые системы растут там, семена какие-то, либо микробы, там йогурты размножаются, они приводят тоже к такому странному излучению, будем говорить, что терминологию соберем, который меняет окислительный потенциал в пробирке. И пятая, тоже очень интересная такая кривая просто, это культура молочно-кислых бактерий в скисающем молоке через полиприпеллент. Тоже она приводит, сперва идет в плюс, а потом уходит в минус. То есть в результате они тоже, когда начинают скисывать, молоко киснет, у вас скоро возникает. Это молоко, это обычное молоко, вы его налили в полипропиленовые стаканчики? Нет, мы налили в обычный стаканчик, туда поставили полипропиленовые стаканчики с десированной водой, и вот там начался процесс изменения окислительного восстановителя потенциала в этом стаканчике. То есть по мере размножения вот этих скисаний молока появляется... Еще раз, еще раз, вы активировали воду сначала? Мы не активировали, вот мы что сделали, взяли молоко просто, налили молоко, она у вас начнется с кисачей векторы, у вас же не очень серьезная среда, молочнокислые бактерии и так далее. Туда мы поставили стаканчик полипропиленовый, здесь и ровно водой, и вот здесь идет процесс в течение где-то... Воду активировали или что-то активировали? Нет, не активировали, никакую воду, мы просто брали молоко, никакую воду не брали. Понятно, то есть это еще один метод активации бесконтактной. Да, с помощью вот этих молочнокислых бактерий, либо с помощью микровидрина, либо с помощью проращивания семян, это тоже давно известно все. То есть семена прорастают, тоже бесконтактно наблюдается. Еще один метод активации, то есть когда происходит вот это вот скисание молока, то оно идет через стенку, идет другим способом, чем если бы вот этой внутренней вставки не было, правильно я понимаю? Да, то есть получается за счет вот этого полипропилена что-то такое проходит, что внутри меняется ОВП. Вы можете привести пример вот этого молока скисающего, изменение его ОВП по времени, когда нету, дослушайте меня, когда нету этого пакета или когда он есть, вот как меняется ОВП? А, то есть просто… При скисании, при скисании. Да, потом покажу кривые, то есть мы отдельно мерили просто в молоке, как меняется ОВП, и отдельно мерили вот, которые происходят… Вот это, вот это бы надо показать. Да, я покажу. Смеряете совершенно разные процессы на одной кривой. Мы просто показали, что можно есть разные способы, которые приводят к изменению окислительно-осстановительного потенциала в этих полипропиленовых стаканах, которые продаются. Понятно. Ну, смысл этой кривопонятельности. Причем обнаружено было, что, скажем, для стекла, причем стекло тоже разное бывает, оказывается, есть такое стекло, что направлено с изменением по ОВП соответствует знаку электрохимической обработки анодной ликотонной, а для фтеропласта, скажем, характера инверсии знака электрохимической меняется на другое просто. То есть очень здорово зависит от структуры вот этих дилектриков просто. А вот для понимания еще раз. Я-то понимаю, но я думаю, чтобы аудитория понимала. Вы говорите об излучении. То есть ваше понятие, вы понимаете так, что при активации в водных растворах происходит обмен с помощью какого-то излучения, пока неизвестного, между одним раствором и другим. Правильно я понимаю? Да, да, сто процентов. Причем настолько толстые стенки используются, вот эти полипропилены шестислойные, потом проводили анализ, там фактически не меняется химический состав ничего. Самый большой парадокс. То есть когда мы в Дубае демонстрировали шейхам вот это просто, они сказали, ой, так у вас сода же проникает, вы соду активируете, ставите полипропилен в стаканчике, они взяли, проверили, ничего там нет. А вкус вот в самом стаканчике десерона воды, как сода. Более того, когда активируем напитки, десерона вода приобретала дегустаторную в Швейцарии, проверяли, она говорит, вкус вина, вы там смешали, вкус вина, проверяли, там ничего нет. То есть появляется вкус вина. Валентин, Валентин, еще вопрос. Извините, что я вопросы задаю, но мне кажется, может быть, по крайней мере, я чуть-чуть яснее начинаю понимать. Нет, правильно, я просто не совсем. Валентин, это самый вопрос, вопрос, очень важный вопрос. Смотрите, вы берете, например, еще раз к вашей электролитической ячейке обращаемся. Вы берете, например, натрий, ну какую-то соду берете в виде электролита. В ней устраиваете электролитический процесс в этой ячейке, помещаете пробирку с водой, с какой-то жидкостью, которую вы активируете, номер 6. Есть вопрос. Вы химический состав, изменение химического состава, не ОВП, не PH, а химического состава воды или там раствора в пробирке номер 6 сделали до эксперимента и после? Можете предъявить вот это? Я покажу, я покажу эти результаты. Да, так есть изменения просто. Вот это очень интересно. Ну, давайте дальше. Спасибо. Дальше, я извиняюсь, вот этот график показали. Здесь вот очень, что интересно, запрессовало всякие структуры. То есть, что мы делали? Понятно, схема простая, 5 опытов. То есть, имеется некая ВМ, АЦП, система регистрации, имеется очень много измерителей для измерения ОВП, вот в таких стаканчиках. Сюда помещаются определенные культуры, ну, скажем, это нам было интересно для венерических заболеваний, пробирку питательной среды, туда запускаются микробы, потом идет процесс, понятно, они начинают развиваться, и вдруг оказалось, у нас получился очень чувствительный метод, который фиксирует изменения ОВП. В зависимости, какая культура, получает совершенно разные графики просто. То есть, нам удалось добиться, что буквально мы стали фиксировать 2-3 микроба, чуть ли не на литр просто, там длительный процесс идет. Мы это опубликовали, сделали, но так эта вся работа пока висит. С одной стороны, это наиболее дешевый способ. За счет чего эта чувствительность возникла? Непонятно. За счет чувствительности, потому что вот это ОВП очень сильно меняется просто. И стоимость вот этого, получается, комплекс гораздо дешевле, чем те стоимости, которые используют для регистрации. За счет чего она меняется? Еще раз, пожалуйста, поясните. Вот когда начинается что-то там размножаться в питательной среде, соответственно, ну, какой-то вы берете микроб, вирус, там, при генерических заболеваниях, это герметично, все удобно. Они начинают расти, размножаться, то есть их все больше и больше становится там. В результате возникает какое-то, будем опять говорить, странное излучение, которое проходит через пробирку, и ОВП вот это все фиксирует. Окислительный, восстановительный потенциал фиксируется. ОВП вы будете мерить внутри уже вот этой жидкости? Снаружи, снаружи этой пробирки, внутри вот этой жидкости здесь ровно водил. То есть вы обратное воздействие как бы, да? Да, и в результате у нас меняется до минус 600, очень большой сигнал, довольно за короткий промежуток времени, и тогда доходим. Там, причем, кривая очень интересная, ее можно обрабатывать всякими программами, то есть вытаскивать эту информацию просто. Вот конкретно, пожалуйста, вот у вас вот рисунки дальше? Вот, вот конкретно. Конкретно, или вот эти, что конкретно по осям и какие растворы исследовали? Вот сама схема опыта, вот здесь вот есть то, что фиксировали на ЦП просто. Вот здесь опять по Си-Игрек, это окислительный, восстановительный потенциал, то есть первоначально где-то плюс 325, например. А дальше время в часах, и вот видно в зависимости от концентрации, то есть делали разные концентрации микробов, по-моему, там то ли ЕКОЛИ, по-моему, на ЕКОЛИ это делали все, что ПТОЛОН. А дальше видно в зависимости от концентрации, если маленькая концентрация, она медленнее идет, когда большая, довольно быстро. И получаются типовые вот такие характеристики. Дальше здесь были контроли емкостей из стекла, потом контроль стерильной среды и так далее. Самый интересный вопрос еще, вот сегодня говорили сначала насчет Крещенск и все прочее. Когда у меня студенты занимались в мире, вдруг иногда в течение полчаса в обычной воде ничего не действует, вдруг с плюс 200 уходит на минус 300. Прибор это фиксирует, потом через час-два вдруг это все исчезает. Ну вот здесь как раз графики вот с этого прибора. И был вопрос как раз, значит, вот рисунок 1 изменения ВП воды под воздействием растущей культуры ЕКОЛИ, а рисунок 2, как раз то, что мы с вами разговаривали, это динамика ВП скисающего молока, это 2, значит, и без контакта активируемый им диссерона воды 1. То есть видно, вот какой-то такой синхронизм идет просто. Дальше это редокс идет, довольно сильные изменения, а здесь время в часах, там идет просто порядка 25 часов. То есть довольно такой медленный процесс, любопытный. Нам это нужно было для того, чтобы как-то бесконтактно следить за ходом размножения микроорганизмов. Это очень важно, с биологической факультетом мы работали просто. А слева, вот это вообще очень интересная графика получили, это мы активировали бесконтактные растворы марганца. Причем вот видно вот такой, очень такой ярко выраженный контроль, это 6 тысяч на процент раствора марганца. А это вот опыт после активации, существенно изменился его цвет. Причем у нас есть спектральные исследования на этих хороших классах спектрометрах, то есть меняется здорово спектральные характеристики. И вот здесь как раз видно, что вот верхняя кривая, это изменение ОВП диссероновой воды в пакете, вот на синенькой идет так, а здесь вот изменение ОВП диссероновой воды после раствора, в ней вот растворили, скажем, микрооргидрин тоже вот идет кривая. И самое интересное, когда стали снимать, вот когда мы отрабатывали кристаллизацию марганца, все остальное, спектр меняется. Вот это спектр ребенка, значит, марганца, а это после его бесконтактной активации. То есть они аморфные, и самое интересное, получаются какие-то странные кристаллики совершенно одинаковые. То есть они супер маленькие, но нам это было неинтересно, мы не стали этим заниматься. То есть какая-то методика получается получения одинаковых каких-то наноструктур. Мы, извините, многие вопросы до конца не прорабатывали. Пришлось бежать, вот это, это делать. Наша была задача с водой решить проблему населения. То есть нужна вода, которой поменьше люди болеют. Вы обещали, Валентин, мы уже тут более часа выступаем. Да, извините, все, давайте. Вы обещали показать изменение химического состава. Да, сейчас я вернусь. То, что мы, значит, я заявил на конференцию Грамму, и сказали, что это не может быть, и меня туда не пустили. Значит, вот мы проделали эту статью, она у нас висит, мы ее опубликовали. Это вот, возвращаясь к нашей схеме опыта, первое, это стекле у нас, по-моему, да, второе, это полипропилен. Здесь стоит обычный анод и катод, просто там датчики температуры, содовый раствор. Вот это все активируется. И вертать, что мы получили? Вот здесь пониже есть элемент, микрограмм на миллилитр. Вот различные элементы. Есть растворы исходные, вот их количество. Это нам в Москве делали все это. Потом раствор номер один, это в стекле который, раствор номер два в полипропилене. И видно, какие элементы, как поменялись. Вот, скажем, по натрию вообще очень интересно. Ну, вот вообще исчез, непонятно. По магнию в стекле, скажем, тоже более-менее что-то оставалось, а в полипропилене вообще исчез. Мне очень сложно это тактовать, потому что я давно не специалист, поэтому я на физике, извините, ну, кончал что-то, помню просто. Ну, вот получили такие очень аккуратные. Нам на приборах все сделали. Дальше, что при этом, значит, возникло любопытное. То есть мы с помощью как раз нам предоставили прибор уникальный, это УЗИ Доплера просто. Именно на нем там были датчики, которые попали в частотный диапазон. Мы вот обнаружили вот эти самые светящие штучки, которые на УЗИ Доплера видно все это. Это раз. Дальше, что было любопытно сделано. А, метод анализа, это был атомно-амиссионный, когда поколись субъективно связанные плазмой, прибор там, пониже покрывайте прибор. Значит, дальше, что было интересно еще сделано. Странное излучение мы регистрировали с помощью датчика ДСИ-2, который, скорее, у вас что-то есть, нам это интересно. Но мы думали, что у нас единственный датчик, где нету больше капочек электрода. Мы его использовали в медицине, потому что нельзя капочек электрода использовать УВП измерения крови. Вот, это ДСИ-2, мы мерили как раз вот эти УВП, все остальное. Дальше у нас появился прибор, просто уникальный, знаете, в восторге. Это ИМВ, это магнитометр для измерения магнитной восприимчивости. Как он устроен, я могу рассказать, потому что я еще в 74-м году занимаюсь этими вещами. Это на самом деле торсионные весы, ну как крутильные весы. С одной стороны магнитик, с другой стороны там и пара, вернее, пластины емкостных, и он суперчувствительный. Даже пальчик поднесете, бумажку. И чем он интересен, этот прибор просто. На нем как раз в Новосибирске обнаружилось, что в зависимости от технологии приготовления, например, меди, она из демагнитной становится парамагнитной. Мы сейчас тоже обнаружили, в зависимости от технологии идут какие-то странные вещества. Одно становится магнитным, другое не магнитным. Вот на этом приборе мы измеряли эту воду. И оказалось, что вот вода после бесконтактной активации, в зависимости от режима ее активации, она может обычно, вот здесь написано, магнитовосприимчивость в системе Си порядка минус 800. И вдруг мы получали 1600+. То есть вместо геомагнетика мы получали парамагнетик. А в некоторых случаях активации мы получали, наоборот, сильнейший геомагнетик просто. Это очень интересно, почему сейчас ищут попытки контрастировать и добавить какие-то вещества. Когда вы идете на эксперименты, чтобы вам что-нибудь прокапать, сделайте, чтобы вы светились лучше, чтобы яркость была лучше. Это для диагностики очень важно. А здесь вода, получается, просто светится. Вот. Ну вот это вот, если кратенько, это. И вот я хотел в заключение быстренько показать, что я зажегся вот дисками. Вот мне помогли, товарищи, ничего, большое спасибо. Другим просто. Я поставил ряд токов. Если позволите, быстро покажу, что я слишком много занял уже у вас время. Так, вот смотрите, перейдем вот сюда. Вот электролиз, который мы производили. Вот примерно схема электролиза. Внизу стояла, если кому интересно, объясню клетка Фарадей, что из себя представляет. Это просто анодка. Вот катод вы выполнены в виде клеточки такой. Там очень маленькие проволочки тоненькие. Там проще происходит разрыв, он на порядок больше эффективный по контактной активации. Диск дальше использовали. И вот, скажем, вот здесь... Валентин, Валентин, еще раз расскажите поточнее, как устроена, значит, вот ваша электролизическая ячейка. Еще раз, пожалуйста. Значит, как устроена? Вот внизу лежит такая, скажем, клетка Фарадея. Внутри анод. Это титан с середневым покрытием. Сверху там цилиндрик, на нем это сеточка такая. Ну, как сиальная сеточка. Валентин, ну, клетка Фарадея, это, так сказать, заземленная металлическая часть. Да, либо это просто ячейки определенные, которые, когда подаете переменную, очень плохо начинают там проходить. Заземление. Да, у нас заземление. А сверху у нас вот такая емкость полипропиленовая, с серовной воды или чем угодно. А снизу мы уложили диск. Валентин, секундочку. У вас еще одна емкость есть. Это, значит, вот в чем-то все это, типа стакан какой-то? Да, нижняя емкость, это, грубо говоря, двухлитровая, такая тоже полипропиленовая емкость. Не продается. Туда наливали тростор электролита на соде, туда вниз ложили вот этот электролизер. Можно просто два, оно только тут положено. А можно вот с сеточкой там более интенсивно. Понятно. Ну, все-таки это интересно. Никаких, во-первых, там мембран нету, правильно? Нет, без всяких мембран. Это было как раз так же. Электролиз идет вот внутри этой конструкции, которая вот внутри этой сеточки Фарадея, правильно? Да. То есть происходит обычный электролиз, а сверху вот такой. А один вот синенький, зелененький, это что такое? Так, синенький, это про что мы видим речь? Вот сверху емкость. В ней налито просто. Что там налито? Там полипропиленовая емкость. Они продаются двухлитровые есть, полуторитровые и так далее. Мы попроще упростились. Это было понятно. Пластиковая емкость. Что в ней налито? Да, пластиковая емкость. А в ней налито обычная вода. Обычная вода. Которая происходит бесконтактная активация. Да. А 4 что это такое? А 4 это датчик температуры, потому что за счет всей схемы мы можем выставить какую-то температуру. И когда у вас начинается разогрев, у вас выключается активация и поддерживается температура с точностью там до 1,1 градуса. Потому что там есть фазы перехода различных, которые у первого поля обнаружили, там 36,6,4 и так далее. Нам было это интересно просто. Поэтому у нас там регулятор температуры. Можно его отключить, тогда она начинает очень интенсивно активироваться просто. А мы обычно устанавливаем, скажем, вот для йогурта там кефира 23. Давайте не уходить в сторону. Итак, вот включили это. Проводим порядка где-то, ну, я стоял на 3-4 часа, идет такой процесс. Вот это диск контрольный. Вот этот видно. Я покажу, на чем это. Подождите, подождите. Значит, контрольный диск – это хорошо. Можно, ведь вы снизу, снизу под всем этим устройством кладете диск. Это правильно? Да, да. Но смотрите, я могу сделать 2, 2 или там 3 контроля. Значит, смотрите, во-первых, я один могу убрать вообще полностью. Вы делали это или нет? В смысле, один что убрать? Вот один у вас там показано на рисунке, что это вот синенькая вода. А, вот это. Если я ее уберу, что будет? Я ее помещу, что будет? Вот это понятно. Да, если уберете воду, у вас тоже диск засвечивается. Мы почему-то делали, мы проверяли, как самой вот помещали, значит, диск туда через, чтобы он был герметичный, через тоненькие пленочки, бесконтактно активировал воду. Потом близко можно... Подождите, вот давайте конкретно про один какой-то эксперимент сначала до конца договорим. Вот у вас есть диск, есть сверху емкость с водой, снизу у вас там разрядик идет, электролизм какой-то идет снаружи этой емкости, а еще снизу диск. Значит, либо диск вы в стороне где-то кладете, либо сюда кладете, да? Да, мы обычно ложили вниз, либо в пакетики пускали в контакт на активированную воду, либо бесконтактно. Которая потом в стороне уже стоит, правильно я понимаю? Уже без электролиза. Да. И, в результате, в контрольных дисках еще такого не видно. Как мы их... Контрольный диск, это в стороне лежал? Да. Мы брали контрольный диск в стороне и брали диск еще, который перед тем, как стояли туда, смотрели его поверхность, просто осматривали, что там не было. Хотя самое интересное, на дисках, если тщательно смотреть, там есть дефекты небольшие. Да, мы все это знаем прекрасно. Всегда дефекты какие-то есть. Да. Ну и что получается вот в этом эксперименте? Значит, вот смотрите, первая простая вещь, мы просто уложим диск под низ, можно убрать бесконтактную активацию, и мы видим верхние снимки. Вот видно такие штучки. Вот эти следы образовались в ходе электролиза или электролиз был выключен? Это в ходе электролиза. Мы без электролиза слишком много всяких экспериментов, просто провели простейшие вещи, сейчас излагают. То есть в ходе электролиза просто образовались вот такие штуки. Более того, я сразу скажу, вот тогда мне поразили результаты, это же у Чижова был, то есть он брал магниты довольно большие такие и куда-то исчезало вот эта сторона излучения и все остальное. У меня появилась другая идея. А если я возьму очень маленький магнитик, вот здесь на втором снимке видно, вот как раз увеличение, вот здесь был маленький магнитик, и везде мы стали с маленьким магнитом делать. То есть когда маленький магнитик, интенсивность вот этих всяких штук рядом с этим магнитом резко увеличилась. Более того, я покажу там очень интересный эксперимент, получается вот эти две траектории, которые около магнитика закругляются по дубле просто. Вы только извините, что это на самом деле пока таки обычный эксперимент. Это понятно, что это предварительно, но это интересно. Валентин, все-таки вот это очень важно. Емкость 1 нужна для того, чтобы получать вот эти следы? Нет, не обязательно. Это треки, как мы называем, или она не обязательно? Ее можно убрать. Просто чем она интересна, можно отдельно смотреть. Можно электролизер проактивировать. Вот это, вот наконец-то вы ответили на мой вопрос. То есть вам вы одновременно убивали двух зайцев и активировали воду и измеряли следы при работе электролизера. Вот что вы делали. Там продолжаются эти эксперименты, студенты и так, и так комбинируют. Поэтому вот просто даже интересно печатать все это, всем все это известно. Мы просто представим вот эти любопытные результаты. Нет, это не всем все известно, это интересно. А вот нижние интересные вот эти снимки, это мы уже в пакетики засовывали, контактно, активируем. То есть сухие диски все нормально и там появилась вот такая лепота. Эту воду уже электролиз закончился или нет? Нет, не закончился. Тоже в ходе электролиза, да? Да, в ходу помещали. Вот там такие выемки появились вообще странные какие-то. Вообще не понимаю, что это такое. Кратеры какие-то, Луна с кратерами. Вообще не понятно. Ну, это очень похоже на то, что у вас все-таки влага туда попала. Нет, это похоже на то, когда мы УЗИ наблюдаем, то есть в самой воде возникают вот эти плазменные штучки, они взрываются, разрушаются. Они когда очень близко к поверхности диска, они могут видно более мощное какое-то излучение идет, что ли? Не знаю. Вот таких рисунков, как у вас на нижнем ряду, мы никогда не видели. Это очень интересно. Это надо проверять все. Нужно делать, заниматься. Просто студенты сейчас, видите, как они где-то работают, подрабатывают, иногда ведут курсовые дипломы. Вы сами понимаете все. Валентин, извини, а вот эти нижние рисунки, это диск у тебя стоял в стороне или в растворе был? Нет, вот первый, который, это контрольный диск, а вот эти второй, третий нижний рисунки, это он был, завел в герметичный пакетик, который опускался в контакт, активировал воду и проводился электролиз. То есть это стояла ночь, вечером ставили, утром диски забирали и смотрели, вот получалась такая дыка. А пакетик, что из себя представляло? А пакетик, это есть, ну типа вот как у нас, вот рестлерские растворы, шестислойные, то есть их можно надрезать, туда положить диск, тогда это герметично, просто его не надо полностью туда опускать, просто вверх там закрывается чательно. Ну это полиэтилен или что это? Полипропилен. Просто я думаю, что в зависимости из какой пленки, вот как мы наблюдаем бесконтактного ОП, в зависимости от пленки получается либо плюс, либо минус, либо ОП вообще не меняется. То есть здорово зависит от свой дилект. Это как оптика. Валентин, ну все здесь дурачки сидят типа меня. Скажи, пожалуйста, чем отличается пропилен от полиэтилена? Значит полиэтилен... Почему в полиэтилене ничего нет? Вот полипропилен, насколько я все время пользуюсь, вообще делаем, он позволяет 150 градусов делать. А обычно там есть пятерка, это полипропилен. Там есть один, два, три, четыре, пять, они совершенно разные. Более того, мы выяснили, полипропилен изготавливается в семи заводах, и они тоже дают разозначение. То есть видно от технологии изготовления полипропилена какие-то меняются вот эти свойства по подпусканию вот этого излучения. А у вас что тут, Валентин, что тут температура? У вас же температура комнатная все время. Нет, мы там делали температуру 36,6. Потому что там есть фазовый переход, как вот посмотреть работа пешина, там больше образуется... А чем вы температуру поднимали? А у нас как система работает? То есть мы получили патент, чтобы сэкономить вот эту модель, и нужно даже дешево, чтобы работало. То есть когда происходит электролиз, у вас за счет того, что протекает ток, напряжение, у вас идет разогрев электролита, правильно? То есть часть выделяется в виде тепла. С другой стороны, вблизи аноды катода образуется активной формы кислорода, водорода, возможно, ортые пары. Нам, конечно, нужно было помнить, что про разогревшую. Поэтому процесс электролиза он периодически выключался, там есть датчик температуры, система обратной связи включала, выключала и поддерживалась определенной температуры. То есть около определенной температуры было и ходило. И тогда удалось... То есть это энергия, это джоулево тепло, которое в электролитической чейке выделялось, оно использовалось для подогрева. Да, для подогрева. И в конкретно этом эксперименте при температуре человеческого тела выделяется. Но все-таки пропилен, пропилен, формула у него здорово отличается, мономера от полиэтилена. Я думаю, это лучше, Валерий, ответить, потому что все-таки... Ну, нет, и второе, и второе... Толь, это получается из разных... Предельность газов каких-то. Ну, немножко другое. Это все-таки... И второе, и второе, пропиленовые мешки, они, вы смотрели, они дырявые или нет? Там есть микропоры, полые или открытые? Нет, то, что мы использовали, поры пропиленовые специальные, пакеты, все остальное, они используются для физрастворов, для капания, ни в коем случае не допускают, чтобы, не дай бог, что-то, вы представляете, вам капли... Да нет, ну, если это на напоры, там ничего капать не будет. Ну, что ты, я говорю про микродиодефекты. Нет, мы там не видели, потому что на заводе специально просматривали шестислойные пакеты, это настолько технология отработанная, что при капельницах, не дай бог, что-то туда попадет. Это дело не в капельницах, вопрос в порах, я тебе говорю. Мы не наблюдали... Он ответил, он ответил на твой вопрос. Твое замечание правильное, справедливое, но он ответил. Валентин, давайте дальше, вы про молоко нам скажите и давайте заканчиваем. Да, давайте вот йогурт быстренько смотрим. Вот идут опыт с йогуртом. Это вообще просто. Вот берутся такие, значит, опять активаторы, там оно, значит, ставится молоко, туда закваска, здесь происходит без контакта активация, в результате возникает какое-то излучение, вниз проникает, ставится диск, в результате появились вот такие интересные, красивые всякие картинки. Валентин, Валентин, еще раз вот смотрите, вот про вот эту вот, более точно, про вот эту ячейку. Значит, сам электролизер, это вот это черненькое, и только оно, там внутри, электролиз внутри идет. Да, там оно, тыка тут просто, два стерня, и непроницаемая поверхность, какая-то вот поверхность. Он опускается в емкость с водой, двухлитровый, туда вставляют еще полипропиленную пол-литровые пакетики с молоком, куда делается закваска просто, в ней ставится диск, и все это запускается, где-то 12 часов, от 8 до 12 часов, готовится йогурт, после этого диск смотрится, на нем появляются вот такие какие-то красивые пакетики. Валентин, вот я уже третий или четвертый раз один и тот же вопрос задаю, ответ на него знаю, но я все-таки задам его. Значит, смотрите, вы делали такой же эксперимент, только, например, убрали электролизер, или убрали воду, в которой вы там почему-то активирует она, или убрали молоко, оставили воду, дальше я покажу, дальше будут эти эксперименты. Ну давайте, да. Более того, вот в этом эксперименте, Чирилл подъем у нас, мы поставили вниз маленькие магнетики, где вот маленькие магнетики, видите, какие треки интересные, они начинают закругляться просто. У меня было подозрение, но это нужно теоретически рассматривать. Здесь образовалась пара, из каких-то, не важно, монополий, еще что угодно, там резонанс, энергетический резонанс. Они на определенных частотах, магнитные поля внутри есть. Если я поставлю мощный магнит с градиентом, то я разрушу их устойчивость, и когда мы ставили магнетики, у нас резко увеличилось количество треков. Это мое предположение. По крайней мере, вот этот магнитик позволит рассчитать, вычислить вот эти пары, какие там частоты поля и так далее. Мне показалось так. Вот это вот видо треки, вот видите, как закругляет. Вот рисунки, подождите, предыдущие, оставьте. Смотрите, вот ноль, один, два, три, четыре. Чем они отличаются? Это что, время идет или что? Нет, это все на одном диске в разных местах возникает вот куча таких треков. Просто такие, 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 такие. Это все на одном диске. На какой день это происходило? Когда это происходило? Это за 12 часов все происходит. За 12 часов? То есть вечером ставите, утром уже видите такие вещи. Причем какие-то вот такие кристаллы. Еще раз мой вопрос. Делали такой же точный эксперимент, только йогурт не помещали. Вот ниже сейчас я спущусь, покажу. Можно? Дальше. Это дрожжи. С дрожжами проще работать просто. Понятно. Берете дрожжи, технология простая. Там быстрее все происходит. И вот там такие козявки всякие, вот эти треки возникают, такие все. Приходим дальше. А это уже, ну извините, просто у меня идея с самого начала, было еще в студентские времена, что внутри нас, мы пытались вот в Академии 9, другие понять, что с человеком происходит, откуда такие аномальные свойства, откуда мать и дитя как-то связываются, со стороны улучшения и так далее. Ну диски, у меня студентки есть симпатичные, они брали диск, на животик делали, а потом эти диски анализировали просто. Ну видите, что получается. Вот эта система, ну это для, у нас микросхемы на заводе, когда смотрят, там очень удобно, ставите диск, сразу же в лечении нам делать, и вот что получилось, вот опять такая картинка, картинки всякие получили. Так что можете привязать себе диск, походите с ним. Диск привязали к животу, и вот такие вот картинки. Да, эпигастре только где нужно. Правда, мне советовали садиться в нем, там где толстая кишка, нам никак неудобно здесь сидеть, поэтому я просто, где эпигастре, мы занимались лечением, там есть активные точки, там вообще очень интересно, врачей, медицина и так далее, отдельный разговор. Таким образом, никакой пока электротический, нет, а просто человек. И вот тоже порождает такие рисунки. Да, то есть происходит какие-то биопроцессы, мне же очень много публикаций, что биопроцесс сопровождается появлением технических элементов. Вот этот вот сиди-диск, он в какую помещен был, что это, пакетик, что это? В обычный пакетик, бумажный, причем сторона, на которой запись, животик уложите, по-другому не проверили. Надо, конечно, проверить, посмотреть, пленочку, запись не годится. Вот на сиди-дисках есть сторона, на которой что-то написано, а есть другая сторона, которая гладкая, обычно как алюминиевая она воспринимается. Какой стороной вы прикладывали? Так, мы прикладывали той стороной, на которой происходит запись. Запись происходит вообще внутри, если вы знаете. Нет, я понимаю, там лаковая пленка стала, я же не специалист, стал все это анализировать, и более того, потом мне Чаров порекомендовал, что можно не один, два диска, мы делали два диска, и на втором диске тоже, только там уже нет вот таких сполохов, там появились какие-то трети очень интересные, причем, если аккуратно посмотреть, опять двойные трети. Сколько времени этот диск человек носить должен, чтобы такие картинки получали? До сутки достаточно, иногда 12 часов, опять видите, зависит от того, что вы сидите. Но сутки человек не может носить. 12 часов, я сам на себе, студентки ходили просто. То есть 12 часов. 12 не сутки, а 12. 12 часов нормально просто, и еще зависит от того, что вы покушаете. Если горох, я не знаю, что там произойдет. Горох у вас. Ну, это у вас соображение или эксперимент тоже есть какой-то? Нет, это соображение просто, это уже нужно наблюдать. Понятно. По идее, в будущем, наверное, можно создать диски, которые прикладывать, уложить, и потом по этим трекам можно ставить какую-то диагностику, еще сомнеть какие-то датчики, магнитики, еще что-то. Не знаю, это все уже фантастика идет. А здесь я по плазматрону стал вам говорить. Вот у нас очень интересная конструкция плазматрона, там несколько ускорительных колец, мы его разбирали, делали лабораторные, и даже можно на расстоянии их сделать, там даже плазма загорается, очень интересно просто. Так вот, мы ставили вот наш плазматрон, простейший, здесь диск ставили, вот видно, как это было все изображено на этом рисунке, вот сам плазматрон, вот этот диск, и вот опять, что получили на этом диске. То есть, вот это контрольный диск, видно, что на этом... Валентин, очень плохо на ваших рисунках что-то видно, через плазматрон что продувается? У него там насосик... Как работает плазматрон? Обычно, вот инизаторы воздуха, на них подаются 50 кВт, там подаются очень высокие частоты. Мы разработали систему, где подается всего небольшое, 3-6 кВт, там есть ускорительные кольца, то есть, когда выстреливается поток электронов, как по типу трубки, они начинают туда-сюда колебать, разгоняют, представьте, поток электронов полетает, инизирует окружающий воздух, и возникает легкие, отрицательные районы, которые мы имеем в нашем сдаче. Вопрос мой был к тому, что через ваш плазматрон, вот как вы его называете, продувается воздух? Нет, в этом плазматроне ничего не продувается, просто выстреливается поток вот этих электронов. Это электромагнитным способом все-таки поток. Если я руку поднесу, я буду чувствовать поток? Нет, вы только почувствуете какое-то как немножко чуть-чуть, на близком расстоянии, чуть-чуть зоны, на большом никакого зона нету, и датчиков, когда мерить, там легкий отрицательный район, в пределах нормы просто получается. И, кстати, извините, я вот пропустил очень важный момент, который вы говорили мне за даром, извините, что это за его. Вот приборы, которые мы используем. Значит, то есть, первое, это измеритель магнитной восприятия, я вот советую внимательно посмотреть, там просто можно зайти и попасть в него. А это Logiscan, УЗИ-доптер, это просто приставка обычному компьютеру просто. Дальше, по H-150, мы постарались выкупить все по H-150, я могу вам интересно объяснить, почему так мы сделали. То есть, их очень тяжело найти. Дальше, вот это атомно-осшенный спектрофотометр, а дальше, это вот нам повезло, здесь остался еще 90-го года, вот гамма-спектрометр такой, нам его настроили, там врачи, видите, в буре мемлек, значит, вот они астроли, когда мы пришли, они даже берут гамма-фон, хотя там в подвале он стоит, то, что космически, когда мы включили свою установку, там вот видно, разобранном виде, сверху, там то ли 16, то ли 17 фотоусилетия, гигантская пластина, полметра, которая преобразует это все, и мы на него зафиксировали, что идет, при включении нашего электролизера, идет примерно в два раза превращающий фон земли, излучение просто. Ну, нас только один раз пропустили, сейчас за счет этого ковида, ну, надеемся, снова попадем, и причем, что интересно, мощность, ему нужно поднимать больше 300 ватт, как у Конарева, то есть при 300 ваттах у Конарева там наблюдалось отрицательное как это сопротивление, как он там говорил, но, к сожалению, мы сейчас вот, он книжки пишут, и нету ни экспериментальной базы, как-то это все зависло, но это вот приборы, которые мы используем, а это наш датчик ДСИИ-2 просто, которые два электрода, ну, поэтому пришлите мне, пожалуйста, что у вас есть вот твердые электроды, китайцы пытались подделать, потом американцы пытались наш прибор, они покупали, ничего не получилось, там специальный сплав, специальное покрытие, и мне удалось это сделать. Я посмотрю и попробую вам прислать. Да, ну, возвращайтесь, вот давайте, завершайте, пожалуйста. Все, все, это вот там еще спецы. Ну, выводы какие-то сделайте, пожалуйста, выводы. Ну, выводы, мне не хотелось бы говорить о теории, но с самого начала, что мы стали заниматься, мы стали заниматься не менее параметическим резонансом, я говорил, что с моей точки зрения, просто с точки зрения тех коллег, с кем работал, многих уже нету, я докладывал работы у Седлова, академика, у Бариктара, многих других, у Гисборга, с моей точки зрения, которая немножко идет про зарез, с французским и другими, что мне просто кажется, что они учли, то есть учитывая кулоновское взаимодействие, тробежное, они учли дипольный, дипольный или как хотите, спиновый. На самом деле спин, на самом деле, извините меня, это классическое понятие, просто квантовую механику взяли, приватизировали. Я спокойно отношусь к квантовой механике, меня самого обучало, я владею методом, соответствующим, комплексным, там, теория групп и так далее, все понятно. И нам еще, знаете, что повезло? Нам повезло, нам предоставили уникальные сети, нам предоставили гибридный комплекс «Русалка», в советское время, для такого оборонки были, его быстроте есть еще тогда, и сейчас он в миллиарды раз считает быстрее, чем цифровые машины, то есть там есть цифровая, аналоговая часть, дальше, у меня спиранты освоили систему аналитического расчета, мы собрали программу, которая позволяет считать в зонах неренимного параметического резонанса в виде бесконечных видов. Поэтому нам удалось разработать пакет программ, и нам удалось решить задачу перевернутой в маятнике, либо которая не была решена, но это неважно, либо перевернутой в маятнике, либо это задача деполя, скажем, просто в таких постоянных переменах. Булитин, вот эти соображения, они к сегодняшнему докладу, это огромные ваши достижения? Нет, это чем интересно, я объясню. Аналитическое решение маятника, но к сегодняшнему докладу не имеет прямого отношения. Примерно отношения к тому, что когда мы рассмотрели задачу уже двух диполит такую классическую модель, оказалось, что они спариваются, они спариваются, сейчас закончили, они спариваются на очень близких расстояниях, в результате Гейсбург-то взорвался, он меня пригласил пару раз в семинар, сказал, это вообще не правы, эта классическая механика не имеет никакого отношения, на таких маленьких расстояниях, а потом обе ребята подошли, это был 1984 год, я сказал, Владимирич, вы хитрите, вы просто не хотите вступать в конфликт с квантовой механикой, с физиологическим уравнением, я не хочу, а зачем это мне нужно просто, и оказалось, что сейчас вот спиновые замеры, если будет интересно, я вам скажу, лучше бы, конечно, пешено пригласить просто, оказалось, их обнаружили, очень хороший метод, трагерцовый дипозон, ГМР, лазерный и так далее, они существуют, они ответственны за очень важные фазовые переходы, вот эти, образование вот этих систем, и более того, в Фрязеве они стали понимать, что похоже, электроны тоже идет спаривание, просто у них там есть миллилитровый дипозон, но это отдельно, если будет интересно, фрагментом могу рассказать про эти работы, либо пригласить тех, а потом уже, а вот если вы Першина сможете пригласить, это было бы интересно, да. Да я пытаюсь, но вот как-то все не могу понять, почему, вроде мы из одной епархии, одна родина просто, и как-то вот отношение такое, и того же Першина, знаете, как добавит, ну ладно, наконец доказали все, как-то успокоен. Валентин, вы закончили, да, все, спасибо, я извиняюсь. Выводов как-то у вас нет, но может быть они возникнут чуть позже. Спасибо за доклад, очень интересно, сейчас у нас стадия вопросов, ну было много вопросов по ходу, в первую очередь от меня, ну может быть я там что-то дурачок и что-то не понимаю, вот, но по-моему и Климов тоже что-то не понимал, поэтому вопросы были не лишние. Так, Егоров, пожалуйста, Евгений Иванович, вопросы у вас. Спасибо за очень интересную информацию, Валентин. Значит, такой вопрос, ваше отношение к Петрику, известному уже ученому и, так сказать, изобретателю. Нормальное отношение, я встречался с Грисловым, мы с ним беседовали, просто это финансовая такая махинация большая, у нас, как раз в Режестве, занимается наноуглеродом, академик Липанов, это очень интересное применение, есть просто, размолоты нано-порошки, кальций, так далее, мы этим занимались, следовательно. Это просто попытка решить введенную проблему, за счет очень больших денег, которые не началось. Так, второй вопрос. Вот в интернете есть методы активации воды, такой, ради бабану. Значит, ну там, электролитические реакции на парах естественных, ну и там, в частности, берут пару медь и медь отожженная. Вот. Как с этим согласуются ваши эксперименты и опять-таки ваши отношения вот к этим исследователям? Я, к сожалению, практически не знаком, если пришлются, вы себе почитаем, мы просто отношения очень простое, то есть при любом электролизе просто у вас возникают вот эти структуры, кластерные, спариванные, то есть на самом деле неправильно говорить о структуре воды, мы это поняли, переселись от этого, то есть более правильно говорить, что при воздействии на воду тем или другим физическим фактором, неважно, либо продуваете водородом, либо там еще что-то, фортофилетом, у вас возникает трехмерная дисципативная структура. Самое интересное, когда мы вот занимались плазмой или в шаровой молнии, бас, в прохо и так далее, просто есть ряд работ опубликованных, то есть на самом деле у вас возникает вот эти, когда пара возникает, в виде ионных пучков, турбулентных, ситоров, то есть внутри возникают очень большие магнитные поля, за счет этого возникает удержание просто, то есть, и причем эти структуры локализованы, то есть неправильно говорить, вот живая и мертвая вода, это просто вот такие возбужденные нейронные структуры. Причем говорить о температурах в таких средах бесполезно, я как раз у Гизмора когда выступал, бесполезно говорить о температуре, когда возникает у вас определенное упорядочение, периодическое решение просто температура на мере как-то среднестатистического значения. Валентин, вопрос был о другом, вопрос был о конкретном, о сверке, вы ответили, что вы не знакомы. Евгений, следующее. Дело в том, что я чуть-чуть почитал работы Широносова, которые касаются резонансов и судя по всему здесь упираются действительно в спиновые взаимодействия. Ваши замечания и комментарии тогда как бы в конце. Ну, хорошо. Вопрос еще, последний вопрос. Ваше мнение, почему активен полипропилен, а полиэтилен неактивен? Хотя полипропилен там просто больше водорода. С моей точки зрения это связано как раз с квадропольными системами. То есть мы все знаем, что есть диполь герца. Понятно, мы как раз за счет этого разговариваем. А есть еще квадрополь. Тестер, можно так условно называть. А есть и мультиполи, там дальнейшие. Там еще сложнее. Так вот квадрополь Тесла на самом деле бывает электрический, там две катушки и так далее. Просто мы просто не учли, а Тесла, видно, хитро все это учел и все у него прекрасно получается. А теория квадропольного излучения, как это все работает, практически нет. Настолько сложная нейроническая система, поэтому все заткнулись, извините, даже уравнения, когда двух диполей рассматривают, мне удалось это решить, а мне не удалось успеть решить, как это два диполя поведут во внешних полях. Хотя сейчас этим мы и занимаемся. То есть это невидимка. Ваш гибридный комплекс тоже не позволяет внимательно посмотреть вот эти нелинейные уравнения. Позволяет, но в 91-м году, то есть возникла ситуация, в 91-м году, вы знаете, что получилось, и мне предложили, либо я иду на встречу с Академией наук, либо они меня вышвыривают. Я отказался, не пошел на встречу, они меня вышвыривают. Давайте в политику не уходим. Спасибо. Спасибо Евгению. Спасибо большое. Спасибо Евгению. Я должен сказать следующее, что вот в ходе доклада, по крайней мере, я так понял, что полипропилен или полиэтилен не используется, а используется полипропилен. Это связано только с тем, что полипропилен более температуростойкая среда. А вот сейчас в вопросе и в ответе уже прозвучало, что это существенный физический процесс какой-то там идет. Это некая новость, новация по сравнению с докладом. Но тем не менее, очень спасибо. Может быть, это стоит так учитывать. Аршаров, пожалуйста. Валентин, большое спасибо. Очень интересные результаты экспериментов. Значит, у меня один вопрос, связанный с ультразвуком. Какой был датчик, там сколько-мегагерцовый, как вы реально, вот можно очень подробно, как вы проводили вот это, показания получали такие? А это как раз вот я выложил вот эту публикацию, там будет ссылка на этот датчик, там есть представитель в Москве, и в принципе, это можно наблюдать на других. Это сколько? 3,5 мегагерц, 10 мегагерц, сколько там? Нет, там по почте. Можно вот этот слайд показать? О каком сейчас идет? Вот это логик скан, можно зайти там, характеристик посмотреть. Ну это обязательно на рулетках, да. Но вопрос, датчики разные бывают. Да, там вот те, которые датчики, на них мы наблюдали, как раз там в статье это все описано, в патентах все надо просто зайти, посмотрите, либо я вышлю вам просто. И самое хитрое в том, что вот МРТ, когда мы стали заниматься, то есть не на любом МРТ это можно наблюдать. Хитрое заключается в том, что одно дело, диполь Герца, другое дело, квадруполь Тесла. У них совершенно разные иные вещи, и у вас там должны быть определенные поля, частоты, и тогда их видите. Это эффект черной кошки в черной комнате, либо белой кошки. А на каких МРТ вы видели? А там вот как раз вот где есть, там нам прислали, в Москве вот здесь, там можно посмотреть. На других МРТ не видели, а вот Першин, они специально провели исследование, вот аквенционную жидкость подобрали, и они там наблюдают. То есть можно с ним связаться и все это посмотреть. Его допустили до этого МРТ, они посмотрели, все это интересно. То есть в Москве у вас сделать все это можно. Спасибо, Анатолий. По вопросу полиэтилена и полипропилена, я могу вам подсказать. Значит, полипропилен, у него намного более длинные молекулы, и когда вы проводите экструзию, то, соответственно, эти молекулы вытягиваются вдоль направления экструзии, ну, чтобы получать любые пакеты и так далее. Значит, в этой ситуации, значит, добавка в полипилен, 5% полипропилена, вы порвать этот мешок не сможете. Настолько разные эти структуры. Вот это подсказка. Почему? Потому что длинные продольные волокна, значит, полипропилена, которые образуются, они пропускают эфирные составляющие. Вот я все могу сказать. Спасибо большое. Там самое интересное, что не обязательно полипропилен. Есть куча других материалов, которые... Ну да, это вопрос, как структура выстраивается при процессе экструзии. Тем более есть датчики, которые на расстоянии фиксируют излучение от этой жидкости. Спасибо. Спасибо Ашарову. Селенков, Геннадий, пожалуйста, вопрос. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Ну, фактически, ваша электролизная ячейка, ну, это, ну, как электроз, это проводник с током, вокруг которого образуются концентрические силовые линии магнитного поля. То есть, не является ли ваша вообще система просто намагничиванием воды? Как известно, в воде там существует свыше 200 с чем-то изомеров. То есть, вы перестраиваете структуру воды. Самое простое делается вот в котельных, когда кольцевой магнит ставят на трубу входящую в воды холодную, и там, значит, меняется жесткость. А вы уже как раз вот говорите, что у вас УВП уменьшается жесткость воды. То есть, все эти эффекты может быть просто являются следствием омагничивании воды. Да, вы правы, потому что на самом деле как раз вот этот изобретитель магнитного восприятия, который у нас есть, просто можно зайти, почитать, по нему, как раз это все фиксирует. То есть, вода становится даже магнитой. То есть, возникает определенный, вот с моей точки зрения, там возникают вот эти пары, про которых сейчас везде пишут, говорят, то есть, возникает спинный изомер, и детство все считает, почему-то, что это именно за счет ядера. Но на самом деле там могут электроны хитро спариваться, и так далее. Это вопрос сложный. Вы все-таки считаете, что это ядерные эффекты, а не химические? Ну, я считаю, что это на самом деле за счет спаривания, значит, спинок, либо ядерных, либо электронных. В вопросе Геннадия Савинкова важный момент прозвучал, самый важный, может быть, как я чувствую. Вот эта бесконтактность, вот он указывает, Савинков указывает, что бесконтактность, на самом деле, здесь ложная. Здесь контактность очень хорошая по магнитному полю, потому что электрический ток в электролитической ячейке создает магнитное поле, которое проникает через стенку, естественно, вот этого... Важно, там полипропилен, полиэтилен, себе драк. Это уже не суть важна, полипропилен или там полиэтилен, вот, и воздействует магнитным образом на ту вставленную туда кассету там с какой-то жидкостью. Вот о чем он говорит. А вы говорите уже о физике, его, что там начинает происходить вот в этом омагничиваемом веществе. Он указал вот очень важное. Если что-то не сделали, то это, конечно, нет. Нет, но если я правильно понял и все правильно поняли, он сказал, что в полиэтиленовом пакете эффекты отсутствуют, когда ваш вопрос по поводу магнитного поля не имеет никакого значения. Ну, не знаю. Есть еще магнитотерапия. Да, Геннадий, можно пояснить? Эти эффекты, которые вот лечебные, о которых рассказываю, они же давно применяются, там, и ранозаживляющих, после заживляющих. Да, если можно, я поясню буквально просто. На самом деле, когда мы рассматриваем два диполя магнитных, мы всегда рассматриваем, что система неустойчива. Но кто-то почему-то не подумает, что вот двигаются два диполя к друг другу, притягиваются, меняется ориентация, начинает атаковать. Я эту систему рассмотрел, в 1984 году рассчитал. И получилось, что еще пара, о чем... Но у вас в полиэтиленовом пакете вы же точно сказали, что нет никаких эффектов. Или это неправильно? Дальше объясняю. Когда вот образовалась пара из двух диполей, таких-то, скажем, то в результате вот это излучение очень быстро убывает. То есть взаимодействие, фактически, как камертон. То есть, математика одна и та же. Не важно, камертон рассмотрен, два диполя просто, и она быстро очень убывает. А когда вы берете определенный диэлектрик, просто из определенного состава, то у вас просто видно вот это излучение как-то хитро проходит. Потому что здесь спектральные свойства вот этой пары до сих пор не изучены. Очень сложное нелинейное уравнение, не хочется на это спекулировать. Просто есть подозрение, что просто вот когда возникает такая пара на очень близких расстояниях, я сейчас как раз это и рассматриваю. То есть, существуют спиновые замеры, так называемые. То есть, некоторые рассматривают, что это за счет ядер. Другие рассматривают за счет электронов, та же куперская пара. Но везде квантный подход фигурируют. Я же рассматриваю не квантомеханический, я рассматриваю классическую, механику, электродинамику. И там довольно красивая модель, она довольно хорошо все присутствует. Валентин, Валентин, смотрите, вот давайте вопрос Геннадия еще раз, очень важный. Значит, он указывает на то, что бесконтактность возникает за счет того, что магнитное поле проникает через стенку, там, скажем, вот этой вот вставленной капсульки, вот номер 6, капсуле номер 6, или там какой-то цилиндрик небольшой номер 6, через поверхность которого внутрь попадает магнитное поле, проникает, и оно там как-то омагничивает этот раствор. Вот идея Савенкова. А только что делал замечание Климов о том, что вы утверждали, что пропилен, полипропилен пропускает, а полиэтилен не пропускает что-то, что по вашей идее не в магнитном поле дело, а в какой-то субстанции, которая из раствора вот этого электронического проникает внутрь капсулы номер 6. Разные подходы значит, вот к тому, что бесконтактность создает. И это очень важно. Спасибо Геннадию за то, что... Я понял вопрос, извините, что чуть дополню, просто на самом деле рассмотрел пару из двух магнитных диполей. Они возникают резонансы на самом деле там очень интересная резонанса пара, она рассчитывается просто. И дело здесь не магнитное, то есть она синхронно солирует, там резонансный, неронийный, параметрический идет эффект. И очень интересный спектр, все остальное. Поэтому вот, когда она близко подходит к этому полипропилену просто, излучение это быстро очень убывает. И почему-то через полипропилен вот это излучение проходит, а через другой она меняет знак на обратный просто. Это очень сложно. Но все-таки все-таки вы можете ясно ответить в полиэтилене отсутствовали эффекты или нет? Отсутствовали. Ну тогда причем это магнитное излучение? А возможно он экранирует. Да ну что вы глупость говорите? Хорошо, можно спрошу такой вас? Не-не, подождите, спрошу простой вопрос. Простой вопрос. Простой вопрос спрошу просто перед этим. Я вот беру скин-слой. Он до чего рассчитан и все прочее. Есть точная форма для скин-слой. Либо там есть куча таких эпилетических предположений и так далее. То есть к сожалению у нас физика шагнула так далеко, что задача больше чем две частицы в полях и так далее она просто не решена. Я не говорю даже одна частица с учетом магнитного у меня-то заряда она была не решена. Это получается типа уравнения, которые нам удалось решить. Там очень существенные неренения практически резонансы. Все ограничились степенями малости разложения и получали глупости. Та же левитация, подвесы различные. Ресчитали резонансы подвесы просто и получили эти уравнения. То есть у нас к сожалению осталось на уровне уравнения одна частица с учетом заряда с магнитным моментом, потом две частицы с учетом, а дальше просто белые пятна, а дальше идет эмпирический подход. Извините, просто вот так. Значит, Валентин говорит, что может быть магнитное поле может быть дело и в магнитном поле, но в высокочастотном магнитном поле, которое возникает в результате каких-то там резонансов. Я напомню, что высокочастотного магнитного поля не существует, существует высокочастотное электромагнитное поле, поэтому здесь вот это очень важно, а у вас все это в среде проводящие, поэтому тут все особый какой-то процесс. Спасибо, Савинкова. Есть еще вопросы? Есть вопросы. А стеклянные колбочки вы проводили эксперимент? Там ничего не влияет? Там не возникает этого эффекта. Есть специальные стекла такие, к этому сейчас движутся, которые, получается, не пропускают это излучение, а обычно стекло не пропускают. А в чем необычность вот этого стекла какого-то? Там сейчас патенты просто оформляются. Это как раз связано с измерением данчика. Это вы оформляете? Вы знаете эти стекла? Да, это как раз связано с ПАШ, ЛП-метрии, это очень важно. Ну, стекло это и есть стекло, там просто добавки какие-то с вами. Да, добавки просто и обычное стекло, которое возьмете, это эффект не наблюдается. Нужно добавить. Кстати, очень важный вопрос тоже, когда вот измеряется ПАШ, лакмусовая бумажка совершенно неправильно. Вот в нейроне если в следах вот лакмусовая бумажка показывает ПАШ-семерка, а если возьмете нормальные какие-то электроды, тестируемые два отдельных электрода, то они показывают и 10, и 11. То есть на самом деле мы показали, что меняется ход химических реакций, меняются цвета этих, все, которые мы наблюдаем. Поэтому обычный подход лакмусовая бумажка просто не работает. Это неправильный метод измерения ПАШ. Это другой вопрос. Спасибо. Геннадий, еще есть вопросы? Да нет. Спасибо. Спасибо. Геннадию спасибо. Он обратил внимание на очень важные обстоятельства. Это спасибо ему. Геннадий, спасибо. Значит, следующий у нас следующий Яндакимов Юрий. Юрий Кирилович, пожалуйста. У меня вот доклад интересный. Вот у меня вопрос такой. Вот вы считаете, что у вас сосуд внутренний, где у вас раствор, будем говорить, активизируется, он совершенно изолированный электрохимически от того раствора, который у вас снаружи. Так ли? Да, я понимаю. Да. То есть абсолютно изолированное значит, это объем. Ну, у вас вот у меня вопрос тогда в связи с этим. У вас какие пульсации тока значит, при электролизе? Пульсации тока измеряли, который при идет электролизе? То есть, скажем, 10 ампер пропускаете, на фоне него идет пульсация, скажем, там полампера, один ампер, сколько-то вот. Нет, мы просто подавали постоянное напряжение в основном. То есть резонанс не использовали, то есть выставляется напряжение, стабилизация по току, либо по напряжению, а дальше смотрится вот эти эффекты. Ну, если вы подали напряжение, у вас будут пульсации тока, если будет ток стабилизация, у вас пульсация будет напряжение. Да. То есть неизбежно, потому что процесс эритроза идет, неравномерно идет, там пузырьки, водороды и так далее, и так далее. То есть, и так у нас идет переменный ток. То есть, постоянно наложен на него небольшой переменный ток. Ну, вы правы. Тогда получается, что у нас вот этот внутренний сосуд, на стенке сосуд образует двойной электрический слой снаружи и изнутри. Причем, эта емкость, вот этот двойной электрический слой довольно приличная. Допустим, в металлах он примерно 30 микрофарад на квадрат в сантиметр. Но если у нас стенка является дизелектрик, то он там меньше. Образуется слой дебая, но еще и диффузная часть этого слоя есть. Это два конденсатора, которые соединены последовательно. Да, я понимаю. Извиняюсь, сразу вмешаюсь. Сейчас я закончу. Теперь, когда у вас пульсация только идет, через эти конденсаторы естественно будет протекать ток. И ток таким образом переменной будет протекать у вас и внутри вашего сосуда. И поэтому процессы изменения редост потенциала или отлично восстановить потенциала будут связаны с тем, что у вас все-таки электрохимические на переменном токе система не изолирована. Еще один вопрос. Вот то, что задавал климат. Он не ответил. Юрий, отличный вопрос. Молодец. Да, пожалуйста. Но вот, Валентин, прокомментируйте. На первый вопрос. То есть я уже говорил про это, что мы просто, скажем, брали электролизер, содовый раствор, активировали, убирали все электроды, потом помещали туда вот эти пластиковые стаканчики либо замкнутые, полипропиленовые эти самые, в Ресверской суду приходили, на следующий день там меняется окна, никаких электродов не было. То есть там спиро один доктор, который там был в Швейцарии, сказал, так, уважай, понятно, уважай, электролиз. Мы при нем все это сделали, и он ушел шокирован, потому что никакого электролиза там не было, просто была возбуждена неравнестная жидкость, и в ней помещались, и там все это наблюдалось и неудобно. Ну, теперь я тогда в связи с этим, если даже убрали систему электролиза, у вас стенки сосуда все равно двойной слой образуются, идет процесс адсорбции и десорбции. Это процесс довольно медленный, и концентрация постепенно внутри сосуда будет меняться, потому что вообще полиэтилен, значит, любой пластик и стекло тоже, в том числе, идет процесс адсорбции. Стекло, рыхлеет в водном растворе, и вот концентрация ионов внутри сосуда будет меняться, естественно, будет редокс потенциал тоже меняться. У вас, поскольку у вас есть, я видел там у вас несколько суток мерилось, то, естественно, если стекло там может выщелачивать, скажем, натрий, калий группа, если у вас стекло, пластик тоже, вообще говоря, ну, ассорбционный, десорбционный процесс будет непрерывно, и они могут менять вот этот потенциал. Вот и вопрос такой, вот насчет этого что скажете? Что процессы настолько здесь медленные, что это можно предебречь. Нет, смотрите. А нет, как раз это процесс отсорции, очень медленный процесс. Отвечаю, то есть мы исследовали самые разные сутки, стеклянные, металлические, в металлических сосудах оставляли эту жидкость, и видно, что буквально вот эта активация происходит довольно быстро, бесконтактно, то есть буквально 10-15-20 минут происходит просто, а дальше наблюдается потихонечку релаксации кривой, которая внутри просто. Исследовали причем спектральными методами, СВЧ-методами, то есть целые комплексы были в милликровом диапазоне, сантиметровом просто диапазоне, и везде показалось, что бесконтактно идет изменение ряда физико-химических свойствами. Ну вот, замечание много раз было в том состоит, что Юрий Кирилович и третье, контактность тут имеет место, на самом деле. И третье, конечно, то, что задал вопрос Климов, действительно, любая пленка это мембрана. Вот просто мы проводили, делали датчики кислорода, у нас была мембрана толщиной 10 микрон, терапластовый мембрана, вот мы вытаскивали терапластовый конденсатор, и делали такую мембрану, разделяли, значит, воздух и внутри с другой стороны эритролит. И вот одна секунда примерно постоянной времени вот такой мембраны, то есть кислород проходит через эту вот мембрану в атомарном виде и дает реакцию действительно восстановить. Мы дача кислорода для всяких рыбозаводных предприятий, где разводит мальков как раз. То есть мембрана любая пропускает, тем более, если у вас большой срок, ну, допустим, эксперимент идет сутками, то любая пленка полиэтиленовая или там какая она становится мембраной, как протон. Тем более, вот протон, протонно-обменная мембрана, как в топливных элементах, это довольно толстая, толстая сайте будет резина, но туда водорос, спокойно протон проходит. То есть с точки зрения пленки и даже стекло может пропускать диффузно, значит, вот особенно протон может проходить в течение времени. Поэтому считать абсолютно изолированной внутренней сатьемкость, где вот у вас идет активация, но ее нельзя. Я согласен с вами. У нас в прошлые времена идут буквально там 10-15-20 минут происходят, а потом релаксация очень медленно. Поэтому изучали разные материалы и стекло, и фторопласт, и квас. Я оставляю свой вопрос. Все-таки пропилен, а здесь вот стоит стекло, лавсан, фторопласт, еще и какой-то металл там, значит, так все-таки где у вас наблюдались эффекты? То у вас наблюдается, то нет. Вы можете честно сказать, в каком пакете, в какой пробирке, из чего у вас наблюдается точно, а в какой не наблюдается? Честно он говорил просто, это не только мы проводили это исследование, это Бахир, это, значит, теория Герловина, просто они проводили вот эти все эффекты исследования, мы не пионеры, то есть они проводили вместе с мембраной, то есть там специальные мембраны керамические, мы наблюдали ряд интересных эффектов. Мы просто мембрану убрали, и вот все, что наблюдалось, через стекло, сам авторопласт все проходит, просто это все, наблюдается изменение знака, еще так далее, просто. Только стекло, не любое стекло, понимаете? Опять не любое, так все-таки. Это же самое главное, определить, через что проходит, через что нет, этому уже посвящен доклад. Нет, доклад этому не посвящен, Анатолий Иванович, в принципе, более-менее понятно, сейчас не будем заострять на этом внимании. В ходе доклада, кстати, не акцентировалось на том, что полиэтилен не работает. И действительно, на вот этом рисунке полиэтилен присутствует. Спасибо, спасибо за очень толковые комментарии Юрию Кирилловичу, и следующий у нас next question from Bob Grignier. Bob, please, your question. Put your question. Спасибо, Валентин, интересный доклад. You're Russian, you're Russian enhanced very much during the last half of a year. It's terrible. Спасибо, thank you. So, I have a couple of questions. First one is, how is your water different to vibrated water from, say, a Marza vibration system where it has been shown to have flavor enhancements for drinks? I have one here. Growth promotion for fish, et cetera. Bob, once again, your question, please, but slowly, a little, slow. So, how is the structure water that he is producing different from that produced by a Marza vibration system where similar properties the water that is Japanese, Доклад воспринял, как вы в воду тоже как бы разлагаете. Он не понял, по сути дела, я так чувствую. Может быть, ему еще раз рассказать, что речь идет о воде, которая внутри отдельной емкости. Вот еще раз, объясните. Он говорит не об Амазе-газе, а о том, что вибрационная система там работает. А у вас тут другой метод активации, сравнение. По-моему, это совершенно разно. Попробуйте как-то ответить. Отвечать можно по-русски, потому что у него есть переводчик. Замечательно. То есть мы различаем две методики. Только нужно, Валентин. Вы очень говорите нечетко и очень быстро. Поэтому так же, как вы Боба Гринье просите говорить медленно, так для ответа Бобу Гринье говорите медленно и четко, чтобы его переводчик смог толком вас перевести. Значит, у нас два способа активации воды. Один – контактный. Это когда пара электродов опускается в водный раствор, и при этом наблюдается изменение PH и ОВП. Причем нет линейной зависимости между PH и ОВП. Зависимости от условий оптима. Второй метод – это бесконтактный. То есть когда у вас есть электролизом полученная вода, и туда вы опускаете ампулы, либо пакетики из диэлектрика, и в которых происходит изменение ОВП, но PH не меняется. То есть это фактически одно и то же, вот только во втором случае более явно происходит бесконтактно непосредственно с той средой, которая контактно активируется. Причем PH не меняется, а ОВП меняется. Что парадоксально? Для того, чтобы он понял, значит, еще нужно расшифровать ему термин PH и ОВП. PH – это концентрация водородных ионов, а ОВП – это редокс потенциал. За рубежом обычно не понимает окислительного восстановителя потенциала, понимает именно редокс. Потенциал PH – это логарифм концентрации. Евгений, Евгений, подождите, ваши комментарии сейчас не нужны. Так, спасибо. Бог, Валентин, once again, explain to you the idea of the experiment. I understand. This idea is absolutely different in comparing with the Amasa experiment. I understand. Your second question, please. So, we have shown clear braided strange radiation tracks on stainless steel Amasa vibrator plates using a polarizing filter. Have you considered using metal witness plates with a polarizing filter microscope or polished single crystal metal plates as Matsumoto did? Well, объясни, пожалуйста, если бы вы другими методами стали наблюдать вот эти треки, которые он треками занимается уже многие годы, если бы вы другими методами треки наблюдали в ваших экспериментах, что бы вы видели другими методами, не методами CD-дисков, что бы вы наблюдали? Причем имеется в виду обычные стандарты методики практически Once again, once again, your second question, please. So, we have seen strange radiation affect metals неизвестного странного излучения на металлические пластины. Leaving tracks that can only really be observed by polarizing filter. So, on a microscope you have a polarizer and you turn it and then it becomes They used polarizational filters to visualize the tracks made on metal. Continue, please. So, has he considered using polarization with metal witness plates? . если бы вы использовали или использовали в своих экспериментах поляризационные фильтры и вот эти металлические пластины для визуализации треков, ответ не использовали? Нет, не использовали. Мы делали по-ду Insert Shouro. если ему интересно просто. То есть мы различными методами показали, что можно бесконтактно активировать разные вещества. Он говорит про треки. Валентин, проблема вот в чем. Вы, не проблема, а вопрос и сущность вообще обсуждения, с точки зрения Боба Гринье, вот в чем. Вы, по сути дела, с его точки зрения утверждаете, что рождается неизвестное излучение в процессах, которые вы изучаете. И вы визуализируете это неизвестное излучение. И он спрашивает, вот если другими методами, может быть, что-то новое вы бы там увидели. На 17 слайд, пожалуйста, покажите 17. Вот это 16, следующий. 17. Вот 16, вот 17. Yes, that's one. Have you analyzed the marks number two and seven in any more detail? Вы, вот, ты исследовал вторую и третью, значит, эти самые рисунки более подробно. Вот его они очень заинтересовали. Что вы можете сказать об этом, Валентин? Второй и седьмой. Второй и седьмой, понятно. Это просто… Second and seven and second… А, второй и седьмой, да, извиняюсь, да. Это просто у меня занимались студенты, получили… Я могу пояснить, Валентин, перед тем, как вы начнете отвечать, я могу пояснить. Дело в том, что Боба Гринье очень интересуют тороидальные структуры. И он их здесь, по сути дела, как мне кажется, видит. И его вопрос относится к тому, это тороидальная структура или это плоская структура? Это след от тороидальной структуры или, может быть, это плоская структура? Вот что-то об этом скажите. Ну, ты, 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 ты. Я верю, они структура, и есть там, они, они имеются на тороидные структуры. Я более интересуюся в структура, потому что мы видели эту структуру, вращение, у них записал от внутрisonики-труктура, в воду, для экофайла, из Су-Хас-Ралка, а также, на маза, вибрадор платы, которые были вибридной структура. Он спрашивает, может быть, это кристаллизация чего-то там на поверхности вот этого. Вот в чем суть его вопроса. Откровенно говорю, не знаю, потому что нас это не очень интересовало, потому что у нас, на самом деле, согласно теоретическим работам, возникает структура на уровне отдельного спаривания электронов, протонов, то есть вот то, что вы называете, типа темного водорода. Нас интересует именно этого. Боб, answer is that he didn't yet, until now, examine this picture in more detail. Can I suggest he does, because the crystalline structure is something we've observed in two different systems, and it was also published by Matsumoto in his work in 1992, I think, this same crystallization structure. And he calls it frost, i-tonic frost of hydrogen. Ну, вот он говорит, что такие структуры уже видели, и он может даже, вот опять он про Matsumoto ссылается, который такие структуры уже видел. Это очень интересно, что какие-то аналогичные структуры постоянно наблюдаются уже в течение многих десятилетий. Боб, more questions? No, that's it. So I would be very interested if he could look at this feature and get back to me as to what he can find out what it is that's basically, I'm done. У нас есть патент по кристаллизации, там подробно описано все, и там можно наблюдать сам. Спасибо за вопросы. И, значит, у нас следующий, это Геннадий Тарасенко. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос. Валентий. Геннадий, у вас еще какое-то устройство там рядом с вами. В результате вас невозможно слушать. Вы одно из устройств должны выключить. Да вроде ничего нечего. Это вам только кажется. У вас два устройства. У вас там дети балуются, и у вас два микрофона. Два. Один с другим взаимодействует. Геннадий, вы там разберитесь, а пока мы со следующим. Извините. Володь Чижов, пожалуйста, ваш вопрос. Валентин, спасибо за доклад. Интересно все, достаточно подробно. Но мне бы хотелось, конечно, услышать ваши теоретические представления по этому, что такое из себя представляет квадрополь и прочее. Но сейчас это можно при осуждении затронуть этот вопрос. А вот семнадцатый слайд. Покажите. Вот четвертый слайд. Четвертая, так сказать, съемка. Картинка четвертая. Картинка четвертая, да. Вот если бы масштаб был, вы бы могли бы, наверное, все-таки сделать энергетику по этому треку. Определите, какая энергетика должна быть. Если вы смотрели мои работы, вот как раз по такому треку я определил, что энергетика достаточно мощная идет. И здесь вы рассматриваете как кластер вот вашего квадрополя или все-таки я вот рассматриваю как темный водород. Меня это вот совершенно устраивает. Вот. Ну, а то, что ОВП у вас меняется, ну, оно действительно должно меняться. Дело в том, что у вас идет изменение, так сказать, кисломолочной среды. Володь, ты сможешь выступить. Ты сейчас вопрос задай. Да, да, хорошо. Вот эту вот энергетику вы сможете вот эту вот оценить по объему расплавленного вашего культурбоната? Валентин, по-простому говоря, масштаба нет, поэтому не о чем говорить. Он спрашивает, какой масштаб? Он сам лучше. Масштаб это примерно где-то, ну, в 40 раз увеличение на том устройстве, которое у вас. Ну, я могу тебе сказать, вам могу тебе сказать, это электронный микроскоп китайский, поле которого 2 миллиметра, вот, вот, но умилищено в 40 раз, поэтому вот, вот это вот размер картинки 2 миллиметра. Вот здесь видно, вот этот экран такой сверху, они продаются довольно недорогие, диск изу лежит просто, и вот там начинаете выглядеть. Валентин, извини, вопрос такой. Вы делали оценку, вот, какова энергетика вашего вот этого кластера или там, как вы рассматриваете, как кластер к вардеруполе или как это единичное какое-то, так сказать, состояние? Вот, и если вы оцените вот эту вот энергетику, вот посчитаете объем, который вот здесь у вас прогорел, так сказать, проплавился, то вы можете посмотреть энергетику и сравнить, правильно ли вы оцениваете свои квадрополи или же это действительно кластер, который у меня там 10-6 состоит из, так сказать, темного водорода. Вот меня что интересует, делали, нет? Отвечаю, мы это не делали, единственное, на семинаре Гитлсбурга, когда возник вопрос, мы сказали, что на самом деле на очень близком расстоянии идет спарен дипольный взаимодействие. Когда мы просчитали, там столько вылезло интересных вещей, он сказал, вы не правы, здесь квантовая механика, вы не имеете права. Валентин, понятно, энергетику вы не осенили. Понятно, не осенили. Все, спасибо. Володь, спасибо. Значит, Геннадий Тарасенко, ну там удалось это самое как-то выключить второй микрофон? Да я не вижу его, как Геннадий принимает. Мы видим, мы видим. Может быть, в соседней комнате сидят дети, у которых есть микрофон? Есть, есть, я говорю, выключи, а он говорит, нет, выключи свой микрофон. Вова, у тебя нет микрофона? А, я его выключил совсем, не знаю откуда. Ну ладно, задавайте, только не надо, очень коротко, потому что очень плохо у вас звук идет. Большое усиление, надо уменьшить усиление, иначе обратная связь идет. Один вопрос, чем связывается нефть и воды? Потому что нефть всегда заполняет вода в месторождении. У вас есть какая-нибудь связь с нефтью? Я считаю, что нефть, она образовалась за счет плазмы в земной корее. За счет электричества, холодной ядерной синтеза и так далее. Что вы можете на это сказать? Мы занимались нефтью, как раз проводили ее бесконтактную активацию, получили патенты, она расслаивается. Там получается, как я вам говорила, с бензина получаются цепочки из очень маленьких размеров кластеров. То есть их качество повышается, то есть это целая работа отдельно просто. Общий такой ответ, понятно. Геннадий, еще есть вопросы? Нет, спасибо. Спасибо. И, значит, последний, наверное, вопрос, это Евгений Михайлович Овшаров. Евгений, пожалуйста. Еще один момент не затронули в вопросах. Вы пытались активировать, не опуская, значит, пакет в электролиз непосредственно, а рядом с ним? И получали ли какой результат? Отвечаю, пытались, не работает. Могу объяснить, почему. Спасибо. Ответ получен, но объяснение тоже интересно. Пожалуйста. Объяснение простое. То есть, когда мы рассчитали систему, про которую Краснодар Гейнберг рассказывал, то есть два диполя, неважно какие, электрические, ядерные и все остальное, когда они спариваются, на близких расстояниях либо притягиваются, либо отталкиваются. Возникает динамика резонанса, мы рассчитаем эту систему просто. Дальше что возникает? Возникает квадруполь резонансный просто. Валентин, у вас один диполь в растворе снаружи вот этой кассеты или вот этого какого-то вашей пробирочки, а второй внутри или оба внутри? Не-не-не, объясняю просто. Довольно просто. Неважно, давайте не будем рассматривать, скажем, магнитные диполи, электрические, ядерные или какие-то еще. Вот просто есть два диполя. Мы знаем, что когда они параллельно расположены, они отталкиваются. Когда противоположны, они притягиваются. Поэтому есть и теремы, это шоу строгое, которые запрещают устойчивость между двумя магнитами. Мы рассмотрели динамическую систему. Оказалось, возникает резонанс, то есть они начинают приближаться, меняется ориентация, отталкивается. То есть возникает резонанс. Валентин, вопрос был о том, если в воде одно, а вот вне воды вот эту пробирочку, которую вы хотите активировать, если вынуть из воды и в сторону, свяжите как-то? Можно объясню? Можно объясню? Вот когда такая пара возникла, неважно, либо это ядерные диполи как в первом рассмотре, либо электроны так спариваются, либо это более комбинированная система, то возникает диполь-дипольное взаимодействие. Оно очень быстро убывает. Поэтому все эти взаимодействия на очень маленьких расстояниях. Когда на большое расстояние убираете, у вас эффект резко уменьшается. Ответ получен. Евгений Михайлович, он говорит по сути дела, что диполь-дипольное взаимодействие на малых расстояниях, а вы хотите подальше отнести. Валентин Геннадьевич, я вам могу сказать, что диполь-дипольное взаимодействие, а это сила, диполь-дипольное взаимодействие, сила, не энергия, а сила, это единица, наверное, в четвертой, и она убывает уже на атомных расстояниях. Понимаете, на атомных. Поэтому пленка вот этого вашего какого-то, я не знаю, вещества, например, полипропилена, она миллиарды, миллионы этих атомов, это все исключает тот процесс, о котором вы говорите. Расстояние гораздо большее. Евгений Михайлович. Вне электролизера фактически на диске же получались результаты? А там уже, у него уже летит это вещество, летит. Ну, об этом говорю. Оно должно лететь было, если за пределом реактивировать. Может быть, два разных процесса вообще. Нет, нет, это все один и тот же. У вас, когда спарились два диполя, как раз Геннадьевич на семинаре это рассказал. Вот мы в сороковые годы пытались рассчитать термоэндерные реакторы, синцы, но там настолько сложно, не имеем уравнение. Когда я просмотрел эту модель, у меня получилось сцепляются на очень маленьких расстояниях, образуются пары. Они потом между собой сцепляются и возникает устойчивое плазменное образование. Довольно интересно. Но я не боюсь об этом говорить, потому что настолько сложнейший расчет, и я сомневаюсь. Вы говорите об одном, а Офшаров спрашивает совершенно о другом. Вот эти частицы неизвестные, они рождаются где? Они рождаются в воде. В какой? У вас их там две. Одна в электролизере, вторая в вашей колбочке. Он спрашивает, где это рождается? И там, и там рождаются. А, и там, и там. Да, естественно. Таким образом, тогда он говорит следующее, что CD-диски указывают на то, что если вы свою вот эту вот колбочку с водой, которую вы хотите активировать, расположите в стороне, она будет так же, как и CD-диск, улавливать вот эти частицы, и там будет что-то происходить. Вот. Активация какая-то. Но вы этого не наблюдаете. Вот он и просит это пояснить. Почему вы не наблюдаете в стороне? Мы не смотрели это раз, а второе, понимаете, вся программа. Вот это самое главное. Вы этого не делали. Второе теоретически очень важно. Когда возникает эта пара, она перестает замодействовать. Пара – это уже домыслы. А вот мы об эксперименте говорим. Ответ получен, Евгений Михайлович, вы поняли, да? Они просто этого не делали. Это был, наверное, последний вопрос. Еще есть, Евгений Михайлович? Вопросы? Все, нет. Все, спасибо. Это был последний вопрос. Сейчас можно выступить. Вот, я не знаю, может быть, уже все на выступали. Но, может быть, кто-то хочет выступить. Вот Юрий Кириллович хочет выступить. Юрий Кириллович, пожалуйста. Ну, здесь, когда мы говорим вот электролиз, вообще потенциал разложения воды примерно 0,8 вольт. Если у нас раствор концентрированный, то уже выше начинается выделяться, по сути, водород, кислород на электродах. Но обычно все реакции, которые мы должны проводить, должны, ну, вот те электрохимические явления наблюдаться, кстати, законные, они должны происходить, чтобы вот не было выделения водорода и кислорода. То есть, в этом случае у нас, получается, ну, процессы одни. Но стоит нам увеличить ток или напряжение подать больше, то уже начинается и выделение водорода и кислорода на двух этих электродах. И соцвет процесс будет совершенно другой уже. То есть, надо здесь учитывать и вот что водород есть, кислород. Они меняют, естественно, вот, значит, кислотность систему. То есть, у одного электрода будет у нас более щелочное, а у другого электрода более кислотное. Но процессы вообще идут нелинейные, а там вот токи были указаны, там 8 ампер и так далее. Но при этом даже возникает, по сути, около электродов может возникать и плазма. То есть, это обычная сеть. Ну, микроплазма уж она не видна там, может быть. И вот, мне кажется, источником вот этих вот сраного излучения как раз является, по сути, плазма, вот микроплазма около вот этих электродов. А в самом объеме, то есть, в объеме, там дело до этого не доходит. Вот. Поэтому, то есть, процесс это, будем говорить, такой гетерогенный характер. То есть, на границе именно электрод-электролит при больших напряжениях идет, там кислород идет. И вот здесь процесс уже нужно рассматривать вот с этих позиций. И, возможно, здесь, конечно, вот эти факторы влияют. Потом еще при больших токах появляются нелинейности. То есть, у нас идет реакция необратимая. На одном электроде, может, она необратимая. То есть, появляется постоянная составляющая тока, она будет как бы дополнительно выпрямленной частью. И это тоже влияет на эти процессы. Поэтому, здесь, конечно, электролит, когда говорим, мы должны проводить либо при малых плотностях тока, когда нет такого большого напряжения, нет таких побочных эффектов, как, скажем, выделение водорода, микроплазма. Либо рассматривать в том диапазоне, когда у нас идет разложение водорода со всеми этими делами, и тогда будут совсем другие эффекты. А так, работа очень интересная, очень большой объемный эксперимент. Конечно, здесь надо четко систематизировать, классифицировать. И режимы вот эти, какие режимы были электролиза, как они связаны. Действительно, вот какая была посуда там, значит, нет ли там абсорбционного диссерпционного явления, двойной слой, как влияет на прохождение переменного, как комбинсатор. То есть, сосуд не является внутренне изолированным, не элитрические дни, гальванические будем говорить, не элитрохимические. Вот, поэтому здесь, возможно, нетреложные эффекты. Хотя, может, те эффекты, которые выглядят, они вполне, возможно, здесь и есть. Но их надо четко как бы отфильтровать и выделить. Спасибо. Так, я сказал все. Что-то мне заглохло здесь. Меня слышно сейчас, нет? Я говорил что-то в пустоту. Я послышал. Валер, тебя не слышно. Валера. Я извиняюсь, Юрий Кириллович. Я что-то говорил, а микрофон свой выключил. Извините, чтобы не мешать вам. Спасибо. Очень толковый был комментарий. Чувствуется, что Юрий Кириллович сам лично набил много шишек на похожих экспериментах. Вот. Спасибо. Чижов Володя, пожалуйста, твой комментарий. У меня каниградская черептация называлась электрохимические приборы просто. А, ну, тем более. Видно, что... Институт электрохимии защищал диссертацию. Очень интересный, Валентин. Очень интересный доклад. Спасибо. Такой познавательный. Очень многообразный. Но очень похож на то, что мы вот чем занимаемся. Это на холодный ядерный синтез. Вот. А были ли у вас эксперименты по определению, так сказать, химических элементов? Появления новых. Ну, вот у вас тут есть таблица? Вот. Попадание. Натрия. Вот. Ну, вот он показывает. Это был мой вопрос. Потому что очевидно, что он этим занимается. Ну, вот он некоторые элементы изменения некоторых элементов показывает. Показывает, да. Это очень интересно, конечно. Вот. Валентин. Ну, вот я здесь не очень согласен с тем, что это какие-то квадрупольные вещи. Они как бы не очень доказаны. И очень много ссылок на академиков. Я, честно говоря, читал нобелевскую лекцию Гинзбурга по сверхпроводимости. И, в общем-то, достаточно, так сказать, не очень, так сказать, убедительно, мне показалось, по объяснению сверхпроводимости. Вот. Поэтому здесь, конечно, надо все-таки как-то осторожнее, наверное, быть с академиками. Тем более мы сейчас уже в другой, так сказать, стезе и в другой эпохе и другие представления начинают работать. И в данном случае, скорее всего, вы связаны, опять-таки, с прохождением вот тех частиц, о которых говорит Зателепин Баранов, которые имеют очень маленький размер и очень сильные магнитные поля. Вот если бы вы оценили энергетику вот этого состояния, а вы можете это сделать, если вы вот тот 17-й слайд покажите. И вот номер 4. Здесь четко просматривается, что можно оценить энергетику вот этого трека. И вы увидите, что энергетика достаточно мощная, достаточно большая. Ну вот у меня, в принципе, вот такие пожелания, так сказать, и как бы обратить внимание на малость этого размера, на прохождение, на магнитные поля вот этих вещей. Это, по-моему, очень интересно. Ну вот, наверное, все. Спасибо Чижову за комментарий. Ну, я вижу, больше желающих нет. Анатолий Иванович, ты не хочешь ничего сказать? Или ты куда-то там уже пропал, ушел? Потому что некоторые ушли. Значит, ну давайте я тогда в завершение несколько слов скажу. Во-первых, действительно, спасибо Валентину. Геннадий Ивановичу за то, что он нам представил совершенно новое для нас направление. Потому что у нас электролитическими ячейками с бесконтактным, как он считает, воздействием электролитической ячейки не занимались. А вот он, ну, по сути дела, я его даже назову, значит, вот, участником нашего коллектива, вот, он этим занимался. То есть еще один метод, по сути дела, регистрации каких-то неизвестных процессов, которые идут при прохождении электрического тока в среде, содержащей водород. Я бы вот так сказал, с моей точки зрения. Бесконтактные какие-то процессы. Вот изменение ОВП или там PH, ну, PH вроде как, он утверждает, не меняется, а изменение ОВП происходит, то, значит, вот это один из методов регистрации. Аналогично CD-диском, по сути дела. Это некий прибор, уже имеется он, метод, который позволяет регистрировать нечто, что не видят другие ученые других специальностей. Не такой, который вот наша специальность по холодному ядерному синтезу. Или по холодному синтезу, как я обычно говорю. Слово ядерный тут не обязательно, на мой взгляд. Итак, это новый метод. Вот это первое. Теперь про бесконтактность. Здесь было очень важное замечание Юрия Кирилловича относительно того, что добиться бесконтактности вот в таких условиях чрезвычайно сложно. Поэтому вопрос Овшарова о том, что, а что если это все в сторонке куда-то вынуть из раствора. Ведь, Валентин, вы в раствор почему помещали свою пробирку? Потому что вам хочется усилить эффект. Но вам указывают там различные критики о том, что этого не может быть. И вот замечание типа вот того, что Евдокимов вам тут рассказывал. И совершенно справедливо. А вот если бы вы помещали в стороне, сбоку, на воздухе, можно сказать. И тем не менее, пусть на малых, в малых каких-то процентах, но что-то там бы увидели. То вот эти ваши соображения, они бы, на мой взгляд, имели гораздо больший вес. И еще одно важное. Значит, вот, ну сегодня этого не было. Я об этом в самом начале говорил, в моей преамбуле. Сегодня этого не было. Но я еще раз вот это скажу, что, видимо, все-таки вот мы, физика, которой нас учили, вот меня в частности учили в институте, ну и всех нас, мы там отличаемся слабо по возрасту друг от друга, в ней внимание тому, что вращательные или процессы, ну, по сути дела, вот кручение, о чем я говорил, то есть спиновые процессы, это не орбитальные, а спиновые процессы, они как-то преподавались очень и очень скромно. Вот это очень важно. И, ну, как-то сегодня это не очень. Он вот, Валентин, через теоретические какие-то свои рассмотрения это хотел преподнести. А вот если бы он, например, делал эксперимент, вот если бы вы делали эксперимент, Валентин, скажем, с водой, которая крутится, вот стали бы крутить свою электролитическую учейку. Ну, это как идея такая глупая, может быть, так? Вот. И что-то бы там поменялось в ходе этого, а наверняка поменяется. Вот это было бы суперинтересно. А так вообще спасибо. Конечно, очень новая, интересная для нас область. Спасибо. Я закончил. Может быть, Валентин что-то хочет сказать. Как такое заключительное слово? Спасибо, что набрались терпения, меня выслушали просто. И почему мы снова занимаемся, но очень близкие к расстоянию, потому что, на самом деле, наша модель с самого начала 70-х годов, что это диполь-дипольное взаимодействие. Она очень быстро убывает. Поэтому на больших расстояниях, и чтобы не уйти на очень большую энергетику, тем более мы эти процессы наблюдаем и при миллиамперах, микроамперах. Единственное, очень длительное время раскачки просто. Поэтому всем большое спасибо. Есть контакты, всегда можно связаться. Есть применение для здоровья. Здоровье это для медицины очень интересно просто. Да, я, кстати, вот, Валентин об этом несколько раз скромненько говорил. Я уже завершаю. Валентин, спасибо. Но Валентин об этом несколько раз говорил в частных беседах. Но я думаю, что я имею право это озвучить. И одна из причин, почему он этим занимается, всем этим, она связана с тем, что он хочет себе, да и всем нам прибавить здоровье. Вот это очень благородная цель. Для творческих работников. Они нужны. Да, да, да. Он об этом говорил. И вот я думаю, что мы можем к нему обратиться. Вот когда ковид был, я помню, он советовал, просто советовал свою эту воду для того, чтобы все это вылечить. И он об этом сегодня немножко говорил. Друзья, на этом заканчиваем вебинар. И пару соображений типа объявлений. Еще раз напоминаю, что Вики Леннер, значит, о которых сегодня говорил Просвирнов, пожалуйста, сходите на сайт этого Просвирнова, увидите там кнопку Вики Леннер, нажмите ее и туда впишите для начала. Это просто как некий редактор, куда можно просто вписать, поместить свой файл со своими соображениями о каком-то процессе. У нас начнет нарастать писаная некая энциклопедия наших действий. И второе, относительно объявления, относительно следующего вебинара. Он будет суперинтересным. Там будет круглый стол, много желающих выступить. И круглый стол будет посвящен перспективным идеям холодного ядерного синтеза. По сути дела, резюмирующий годовые наши какие-то заседания, обсуждения, попытки что-то понять. Вот уже довольно много желающих, так сказать, выступить с большим докладом. Но, безусловно, каждому будет дано слово короткое, какое-то там пятиминутное, чтобы на круглом столе, чтобы что-то важное, как ему кажется, сказать. Это будет через неделю, 1 июня. Друзья, на этом всем спасибо. До свидания. До следующего вебинара. Спасибо, Валентин. Спасибо большое вам за терпение.